Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Иван Ильич, вам что, плохо? Она размеренно бежала по набережной в лучах восходящего солнца. Доброе утро. Я буду на работе через час. Подготовь список кандидатов для собеседования. Да, отлично. На пять с утра свои детективы пишешь. На работе некогда. Да и не хочу, чтобы коллеги знали. Так все, давай, иди умывайся, чистя зубы и завтракать. Папа, а почему горелым пахнет? Ах, ну-ка. Ну вот и позавтракали. Да, я же сказал, будем принимать решение, но не сейчас. Сейчас у меня совещание. А после совещания я вас обязательно наберу. Здрасте. Олег Юрьевич, доброе утро. Доброе. Я спешу. А я ненадолго. Нам нужно поговорить. У вас какое-то конкретное предложение? Можно и так сказать. Здрасте. Доброе утро. Папочка, а ты не забыл, кто я по специальности? Кризис-менеджер должна внедрять эффективные методы управления предприятием, мотивировать сотрудников на достижение сверхрезультатов. А я что делаю? Читаю анкеты и принимаю персонал. О, Господи. Опять ты за свое. Господи. Да чего тебе не хватает? Ну, просто ты привык в холдинге все делать сам. А я уже не маленькая девочка. Хотела бы иметь свою личную зону ответственности. Хотя нет. Почему нет? Потому что нет. Ты не справишься. Что значит не справлюсь? Ты же даже не дал мне возможности показать, на что я способна. Да, я вижу. Ты действительно стараешься. Но когда... Я просто уверен, когда перед тобой возникнут настоящие трудности, то... В общем, прошу тебя, давай оставим все как есть. Папа, пожалуйста. И я тебе говорю, пожалуйста, вот позвони сестре. Идите по магазинам этим, как их называют, бутикам. Женские дела, платочки, чулочки. А серьезные вопросы оставь решать мне. Просто побери. Я... Катя, все. Разговор окончен. Доброе утро, Екатерина Олеговна. Доброе утро. Вы сегодня замечательно выглядите. Значит, оклестить не обязательно. Работаю второй день. Запомни на будущее. Что по графику? Собеседование в конференц-зале. Позиция старшего менеджера по связям. Отлично. Можешь быть свободным. Привет. Привет. Давно ждешь? Боюсь, что может показаться пафосным, многотожным целым личностям. Кстати, у меня для тебя есть большой сюрприз. Да? Расскажи. Ну так будет неинтересно. Ну все, пошел. Увидимся на совещании. Надеюсь, к работе моего отдела у второго вице-президента вопросов не будет. Даже не надеюсь. До встречи. Угу. Я все равно тебе докажу. Мама бы меня поддержала. Она всегда и во всем меня под... Алиса, зайди ко мне. Это что? Где мои фотографии? Сюрприз. Я порядок тут наводила лишний и вот в полку убрала. Значит так. Я не знаю, где тебя этому учили, но впредь больше никогда не трогай мои личные вещи. Поняла? Иди. И ни с кем меня не соединяй. Хочу подготовиться к совещанию. Даша, я вчера тебе помог задачку сделать, но ты в школе на урок не филонь. Потом знаешь, как сложно наверстывать будет? Хорошо. Пап, у меня есть вопрос, но не школьный. Давай. А почему все вокруг говорят, что я папина дочка? И баба Люся из второй парадной, и та толстенькая тетенька из магазина, и другие тоже. Даша, а чья ты дочка? Конечно папина. Я еще и мамина, просто мама очень-очень давно с нами нет. Ну и мамина, конечно, такая же умная, послушная, воспитанная. Мама бы там гордилась. А еще одна тетя мне сказала, что я бабушкина. Даша, ну конечно ты бабушкина, но твоя бабушка хотела тебя у меня забрать. Я даже с ней воевал, ты помнишь? Помню. Я бы хотела, чтобы вы помирились. Мы с тобой договорились с ней, тем больше не разговаривать. У нее своя жизнь, у нас своя. Все, пошли в школу, опоздаем. Да. Олег Игоревич, можно? Артур, давай все вопросы на совещание, я сейчас занят. Олег Игоревич, я по личному, насчет Кати. Да, вот здесь. Спасибо. Проходи. Присаживайся. Ну что там с Катей? Ну вы же знаете, мы с ней уже полгода встречаемся. Вот решился сделать ей предложение. Вы не против? Предложение? А что Катя? Согласна? Ну я вначале с вами решил поговорить, а она пока ничего не знает. А ты знаешь, я не против. Если Катя согласна, приму в семью. Пора ей детьми заниматься, домом они… Спасибо, Олег Игоревич. Обещаю, я вас не подведу. Уже сегодня подготовку начну. Ваша дочь, она достойная… Ну ладно, ладно, чего ты? Садись. Ты у нас по должности кто? Начальник отдела? Возможно, пришло время расширять твое поле ответственности. Идти, так сказать, вверх, в высшую лигу. Ты как, согласен? Я бы, конечно, готов расширить. И строго вверх. Вы только прикажите. Алло, дай Игнатьев. Инфаркт, о господи. Из-за проблем с продажами. Подожди, я говорю, подожди. Давай все по порядку сначала. Спасибо, я не подведу. Так. Вот, нашел самый лучший загородный комплекс. Ресторан в лесу, озеро. Судя по отзывам, ну очень красивое место. Да, Эдуард, подходит. Начинаем подготовку к романтическому предложению руки и сердца. Получили благословение генерального? Поздравляю. Пока все идет по плану. Значит так, забронируй ресторан на выходные и найди контакты лучшего мимо. Хотя нет, даже, даже двух. Кате нравится ряженая. Понял. Что? Скоро переедем повыше? Сам как думаешь? Понял, выполняю. Да, кабинетик маловато. Вакансии, которые образовались в связи с реорганизацией отделов, необходимо в недельный срок закрыть. Вашим отделам расширить зону мониторинга. Ну и последнее. Необходимо решить вопрос нашим небольшим активом. Это еженедельник, факты и события. Он издается в областном центре. Да, да, спасибо, Аркадий Ермолаевич. Что напомнили. Там у них главный редактор слег в больницу с инфарктом. В общем, ситуация, прямо скажем, плачевная. Тиражи еженедельника упали за последний год вдвое. Надо что-то делать. Я знаю, что финансовый отдел подготовил отчетную документацию. Да. Как видите, цифры говорят сами за себя. Поэтому я предлагаю закрыть издание. Оно уже давно убыточно. За последний год коллектив сократился втрое. Остались только самые стойкие. Или самые профнепригодные. Так, ну что. Проголосуем, кто за закрытие еженедельника. Кать. Катерина Олеговна. А вы? А я бы дала шанс. Кому, Милочка? Еженедельнику? Да. И им, и мне. Надоело заниматься ерундой. Что значит ерундой? Да любой был бы не против занять ваше место. Все только мечтают об этом. Вы – второй вице-президент нашей компании. Я еще кризис-менеджер. И всегда мечтала этим заниматься. Сколько я могу тебе… Простите. Вам объяснять. Екатерина Олеговна. Но ведь Олег Игоревич прав. Вы же не работали в этом направлении. Ну и что? Я попробую. Я что, зря училась? Так, мне понадобится три-четыре месяца. Ну, максимум полгода. Это устроит господина генерального директора? Нет. Нет – не устроит. Не устроит. Я тебе даю один месяц, если хочешь доказать свой профессионализм. Поднимешь продажи вдвое за месяц. Не справишься – извини. А мы посмотрим, как ты справишься. А я справлюсь. Кать, прекрати. Зачем тебе это? Это нереально. Я справлюсь. А если не справишься, вернешься и будешь сидеть дома. И никакого больше… большого бизнеса этих игр. Ясно? Яснее некуда, Олег Игоревич. Встречаемся ровно через месяц. Идет? Да. Есть жилка отцовская. Такая же упорная. Что есть, то есть. Совещание окончено. Все свободны. Билет нужен на ближайший рейс. Катя, подожди, давай поговорим. Неважно, какой класс. Ясно, ближайший рейс. Катя, давай все говорим. Лучше поговорить? Давай. Ты зачем встал на сторону отца? Выслужиться ему хочешь? Да что за бред, не выдумывай. Я полностью на твоей стороне. Зачем тебе ехать в эту тьму тараканью? Героически бороться с обстоятельствами? Это безнадежная затея. Да. А я ждала от тебя слов поддержки. Так, значит по аренде квартиры будет два условия. Первое, чтобы недалеко от офиса. Второе, чтобы рядом был парк для утренних пробежек. Понятно? Записала. Недалеко от офиса и парк. Катя, не спеши. Давай еще раз все обсудим. В аэропорт поеду на служебном авто. У меня экспресс-командировка. Улетаю сегодня. Поэтому не вижу смысла продолжать наш с тобой разговор, Артур. Спасибо. Спасибо. Хорошо. Кать! И Русь! Привет. Привет. Мне папа только что звонил. Уезжаешь? Да. Вы что, с ним поссорились? По голосу было слышно темнее точно. С отцом поссорилась и с Артуром тоже. Он отца поддержал, а не меня. Так ты что, ничего не знаешь? В смысле? А что должна знать? Мне папа по секрету сказал, Артур к нему утром заходил богословения просить. Катюш, он тебя замуж хочет позвать. Да ладно? Теперь понятно, почему он просил, чтобы я осталась. Так что теперь? Может ты отменишь поездку? Нет-нет, это дело принципа. Ну и потом проверим с ним наши чувства. Так а что здесь проверять? Вы такая красивая пара, тем более ты от него без памяти. Ну, Артур интересный, симпатичный, обаятельный. Мне с ним не скучно. В принципе, во многом наши взгляды сходятся. Наверное, мы с ним идеальная пара, но память я не теряю. Знаешь что? Мне кажется, что когда приходит самая настоящая любовь, ты уверена в этом на все сто процентов. Безо всяких там логических заморочек. Ой, все ты мне знаешь. А только настолько идеальных не бывает. Думаешь? Да. Все. Давай. Берегись, я позвоню. Хорошо, Катюш. Счастливой дороги. Пока-пока. Ты же дочку по утрам в школу отводишь. Вот я и решила тебя рано на совещание не вызывать. Главный сказал, что мы в полной. Вот. А Юров еще сообщил, что Альянс Престиж прекращает сотрудничество с нами. Главный раз, все. Диагноз – инфаркт миокарда. Влечение от нескольких месяцев до полугода. А Юров где? Ну, у себя в кабинете. Ждет указание холдинга. Они, наверное, куда-то ЦУ должны дать? Ну, да. Значит так, я мог бы главным, если что. Им дам все равно, кому из нас ключи от царства вручать. А дело прощательства, ты как, претендуешь? Нет. Ну, вот. Почему это все равно? У нас никогда не было женщин руководителя. Логично. Вот, логично. Исходя из принципа равных возможностей, я хотела бы предложить свою кандидатуру. Какую кандидатуру? Да вы на себя посмотрите, начальница. Блестящая. Вечно. Я по делу. Вчера в интернете познакомился с девчонкой, байкершей. Симпатичная, прикольная. Слушай, у нее есть старшая сестра. Мы договорились встретиться, а я сказал, что у меня есть друг. Он ищет хранительницу семейного человека. Друг это так, понимаешь? Жор, я никого не ищу. Тебе это, конечно, сложно понять. Да уж, подожди. Она обещала фотку с сестры забросить. Я еще не видел. Давай хоть посмотрим, давай. А? Можешь не благодарить? Подожди, подожди, подожди. Может под этой строгой маской скрывается тонкая, чуткая? Хотя нет, не скрывается. Мне только что позвонили из центрального офиса. Ага. По еженедельнику принято решение. Какое? Они отправляют к нам своего кризис-менеджера. Где же работу искать? Да-да, я уже здесь. А вы где? А, хорошо. Жду. Жду-жду. Здрасте. Здравствуйте. Игнатьева, это я. Прекрасно, я Света. Очень приятно. Да. Давайте. Ага. Квартиру нашли? А как же. Не квартира, а сказка. Вы знаете, недалеко от центра, но очень тихо, и поют соловьи. Зачем же вы? Может водитель поможет? Господи ж, разве девочки не справятся? А зеленая зона? Конечно. И парк, и озеро. И вы знаете, у нас даже этой зимой пара лебедей перезимовала. Красивые такие. Вот жалко, что зеленый туризм не в тренде. Все чаще работяги, командировочные. Ну, вот какой. Все. Прошу. Поехали, поехали. Можно было и помочь. Как долетели? Хорошо, спасибо. Устраивайтесь поудобнее. Ехать нам далеко. Как у тебя дела с работой, Миша? Еженедельник не закрывают? Да, нет вроде. Сейчас по моему профилю работы вообще не найти. Да. Как поживает твоя бывшая теща? Не пытается больше забрать у тебя Дашу? Вроде нет. Я ее последний раз год назад видел, когда она в школу приходила, как бы просто пообщаться с Дашей. Но я педагогам такой скандал закатил, что они меня стали больше бояться. Думаешь, бизнес-леди смеялась? Да нет, наверное. Просто она понимает, что такими методами она вообще Дашку не увидит. Слушай, ну она фактически реально ее похитила. Несколько месяцев не давала видеться. Носилась эта идея лишить меня родительских прав. Как у тебя дела на писательской Неве? Все окучиваешь стезю иронического детектива? Да слушай, ну в свободное время. Ну реально ведь у меня единственный доход только еженедельник. Ну хотелось бы, конечно, серьезно издаваться. Идея есть. Ну, не знаю, брат. Безнадежно это дело, не пробиться. Сейчас пишут все, кому не лень. Ну ты же не пишешь. Меня зовет сцена, брат. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы? Или надо оказать сопротивление? И в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? А? Ну как? Отлично. Ты... Это все? Ты отличный инженер? Ясно. Пойдем. Подожди. Подожди. Давай. Ну вот и приехали. Ах, какой воздух, а! Слышишь? В столице такого нету. Так. Ух ты! Принимай, хозяйка. Так. Чемоданы. Спасибо. Вот тебе ключи от квартиры. А квартира на пятом этаже, да? Ну все, солнышко, счастливой жизни. Давай, пока у меня подселение еще одно, я побежала. Ага. Так, поехали, 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 поехали. Поехали. А... А, простите, а лифт есть? Да сроду не было. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Здрасте. Добрый вечер. Мишенька, не прочтите, а то я что-то без очкова не вижу. Так, Даша, домой беги. Угу. А-а-а... К оплате. А что тут как-то непонятно? Непонятно. Добрый вечер. Добрый. Папа, может? Да нет, спасибо. Я сильная. ЗВОНОК. ЗВОНОК. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Да, Артур, привет. Как устроилась? Да, хорошо. Да я даже бы сказала, отлично. А ты это, чего, помириться хочешь? Ладно, ты прощен. Не, ну я серьёзно, я не шучу. Опять мамин фартук наделал. Ты мне навсегда самый вкусный ужин готовишь? Да, старый, потёртый, выкидывать неохота. Так, давай иди в душ, а я пока успею ужин приготовить. Давай. Да быстро, так есть хочется. Ой, папа, а тут в ванной вода. Какая вода? Обыкновенная, с потолка капает. Да ладно. Слушай, я, да, я побегу, я перезвоню тебе. Целую. Да чё такое-то? Да что такое-то? Вы с ума сошли? В смысле? У вас ванну затопило. Вы меня залили. Нормально. Чёрт. Так, ну-ка, отойдите, отойдите. Вот, ты не растяпа. А, а ты не растяпа? Неисправно крана оставили включённым. Слушайте, только не нужно на меня кричать, хорошо? Слушайте, краном могли бы давно заняться, девушка. Слушайте, это не мой кран. Это вообще не моя квартира. Я только сегодня прилетела из столицы. Я не умею чунить кран, и для этого есть специально обученные люди. Заберите вашу тряпку. Вообще-то не тряпка, между прочим. А, хорошо, я вам тогда подарю новый фартук. Не продаются такие уже. А, то есть вы собираетесь в этом фартуке еще куда-то ходить? Ему сто лет. Слушайте, хватайте свою жизнь, пожалуйста, ладно? Не надо на меня кричать, пожалуйста. Что не надо кричать? Вы меня сейчас будете учить жизни. Приехала из столицы и учишь меня о жизни. Да кто вы такой вообще? Вы на себя посмотрите. Кто, я? Девушка. Да, нормальные мужчины в таких фартуках не ходят. Да. Здрасте. Ой, как много воды. Пап, ты чего так долго? Даша, ты что тут делаешь? Все, пошли домой. Тетя затопила нас, так? Пойдем. Хам. Ой, Господи. Да, это Игнатьева. Пришлите, пожалуйста, кого-нибудь, чтобы мне починили кран. Я залила соседей внизу. Кого-нибудь пришлите мне сейчас. Нет. Нет, мне сейчас надо, чтобы кто-то пришел и починил мне кран. Потому что я затопила соседей внизу. Так. Меня вчера вечером не было в городе, сказала, да? Тонко вылудовнувшись. Да неужели, сказал детектив. Сказал, иронично сказал, детектив. А... Ой. Мало того, что затопила, еще и бегунья. Доброе утро, пап. Привет, мама. Что ты во дворе? Да не что, кто соседка наша, мама? Представляешь, по утрам бегает. Так, а что я придумал? Черт, из головы вылетела. А... 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 Никак. У-у-у. Ладно, садись завтра к нему. Садись. Оп, горяченькая. А себе не приготовил. Голова. 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 Окно, если что, открывается. Оно, правда, иногда заедает, но нужно дернуть по себе. Ага. Вот ключи от входной двери и от всех кабинетов редакции, ну так, на всякий случай. Здравствуйте. Спасибо, Зинь. Присядьте, пожалуйста. Я хотела с вами поговорить. Как я успела заметить, вы девушка умная, наблюдательная. Мне хотелось бы, чтобы вы рассказали мне о своих коллегах. Я ничего про них не знаю. Мне нужно правильно выстраивать взаимоотношения в коллективе. Ну, я просто работаю меньше года и… Вы не волнуйтесь, это останется сугубо между нами. Обещаю. Ладно. Ну, в целом, не очень дружны. Но все же, как одна семья. Михаил Бобровский очень талантлив. Как бы сам по себе, но всегда готов помочь, только скажи. Пичугин одинок, сварлив. Не, он очень хороший человек. Однажды был женат, детей нет. Аделаида Альбертовна несколько экзальтирована насчет личной жизни табу. Похоже, снова одна. С Пичугиным вечно ругаются из-за мелочей. Жора, ну, он… Он дважды в роли жениха сбегал из ЗАГСа в день свадьбы. В смысле? Жених-беглец, вечно в активном поиске. А Соломка, ну, так тут все понятно, надежный молчун. Ясно. Спасибо вам. Полезная информация. А вы не замужем, кольца нет. Зина, давайте сразу договоримся. На работе мы говорим сугубо о работе. Хорошо? А, да, извините. Ну, я пойду. Ну, я пошла. Да. Ну, все у себя. Хорошо. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Юров Эдуард Витальевич, коммерческий директор. Это я вчера утром звонил в колтинг. Очень приятно. Проходите. Присаживайтесь. Благодарю. Позволите? Да, конечно. Меня зовут Игнатьева Екатерина Олеговна. Поскольку главный редактор сейчас в больнице, я буду пытаться спасти ситуацию. Вот. И мне бы хотелось, чтобы вы ввели меня в курс дела. Так. Конечно, конечно. Да. И так у меня только общие сведения. И последний финансовый отчет, и то месячной давности. Ну, а что тут скажешь? Ситуация аховая. Несколько дней назад, из-за низких продаж, торговая сеть Альянс Престиж Медиа окончательно отказалась сотрудничать с нами. Еженедельник не пользуется спросом. И это основной момент. А, значит, у нас на самом деле две проблемы. Это качество продукта и его реализация, верно? Да. А вы не могли бы назначить на сегодня встречу с Альянс Престиж Медиа где-нибудь после двенадцати дня? Ну, я, конечно, попробую, но там не все так просто. Не знаю, удастся ли вам их уговорить. У нас есть варианты? Нет. Секундочку. Зина! Да, Екатерина Олеговна. Ровно в девять ноль ноль все сотрудники собираются у меня в кабинете. Это понятно? Ясно, но… Что но? Да нет, нет. Скоро все будут. Что значит скоро? Опоздавшие будут уволены. Это понятно? Да. Да, я поняла. Извините. Итак, у нас есть полчаса, чтобы вы рассказали мне про торговую сеть и про ситуацию в общем. Я должна знать все. Конечно. Жора, ты где? Новый босс приехал. Все должны быть в девять ноль ноль. Вот что так надо. В свободное время ты — писатель, дядя Леша — актер. Я тоже со стороны семьи. Мне подружка в школе сказала. Ну и семейка у нас. Да нормально семья. Слушай, у всех способности есть. Просто не все об этом знают. Ну не знаю. Я между прочим истин из всего класса только мне. Одной классика в литературе вместо сказки нам читали. Даш, ну извини. Я думал, у тебя без разницы вот что засыпать. Алло. Старичок, а ты где? Ведут Дашу в школу, а что? Дурно вообще. Тут все бегут, как угорелые в редакцию. Говорят, новый босс на месте. Кто опознает, уволят. Что? Ты шутишь? Да если бы. Новые говорят, просто жесть. Тут я так понял, общее построение наклевывается. Присягу принимать будем. Так что ты бывай, поторопись. Мне тебя будет не хватать, если уволят. Понял. Даша, ускоряйся. Давай. Ну что, все сотрудники в СБУ? Доброе утро. Доброе утро. Артур Владимирович, через 15 минут у вас совещание в 16.00 семинар по корпоративной этике. Вот что, Эдуард. Возьми мне отчет в финнаделе о еженедельнике. Куда там Катя поехала? Посмотреть надо. Решили помочь? Помочь? Тут я на стороне генерального. Шансы на успех хочу оценить. В каком смысле? В прямом, когда ее назад ждать? Через неделю или завтра? Вы думаете, Екатерина Олеговна не справится? А ты что, сомневаешься? Доброе утро, Артур Владимирович. Доброе. Укатила наша невеста за три девять земель. Хороша Катя. С характером. Хотя, говорят, настоящей любви расстояние нипочем. Это, да. Мудрые слова. Прямо про нас с Катей. Ну, не знаю, как насчет вас, а вот в Кате я не очень уверен. Это почему же? Понимаете, юноша, когда девушка влюблена, ее глаза сияют. Она за любимым хоть в огонь, хоть в воду. Секунда расставания, как день. Минута, как вечность. Может быть, она еще в поиске? Сама этого не подозреваю. Дисциплина – фундамент успеха. Наш рабочий день начинается ровно в девять утра. С сегодняшнего дня я буду сама за этим следить. Опоздавшие дважды увольняются автоматически. Это понятно? А теперь давайте познакомимся поближе. Меня зовут Игнатьева Екатерина Олеговна. Я кризис-менеджер. В связи с последними событиями какое-то время буду главным редактором еженедельника. Можно? Да, конечно. Не нужно вставать. Нет, нет. Ну, приятно, конечно. Но мы бы и сами справились. Я, к примеру, мог бы главредом поработать. Так сказать, амбразуру закрыть, пока наш главный в больнице. Вы у нас? Пичугин Степан Лукич. После сокращения штата веду две рубрики. Здоровье и городские новости. Опытный, ответственный. Могу вашим замом, если что. Да, да. Он у нас от скуки мастер на все руки. А вы у нас? Не нужно вставать? Да я не собиралась. Феофанова Аделаида Альбертовна. Мои рубрики «Мой дом. Мода и стиль». На место вашего зама не претендую. Жора Белик. Немного фотокор, немного веб-дизайнер, немного все остальное. Трудолюбив, стрессоустойчив, умею работать в команде. Сайт на мне. Скажите, а повышение оклада не планируется? Ну, что вы. Ну, конечно же, нет. Тем более, что сейчас. Вы у нас кто? Солонка. Павел. Павел. Отдел происшествий. Пожары, ДТП, прочие бедствия. Бедствия. Пожалуйста, вы. Михаил Бобровский. Спорт и культура. Но некоторые неуравновешенные особы считают, что я бескультурный. Боюсь, что и уравновешенные особы посчитали бы вас бескультурным. Финочет по еженедельнику. Извините, что-то случилось? Тебе-то что? Этот древний хвощ, первый вице-президент, все настроение испортил. Глаза у него не горят. У него что, сигнальные огни, чтобы гореть? А теперь послушайте, пожалуйста, меня внимательно. Моя основная задача спасти еженедельник. Так сказать, вывести его на другой уровень. Но у нас есть проблема глобальная. Очень плохие продажи. Как мне кажется, на это есть две причины. Первая, это дизайн еженедельника. Серое, унылое разочарование. Это нужно срочно освежить. Ну и второе, как мне кажется, главное, это то, как вы пишете. А пишете вы, друзья, чудовищно. В чём? Это неправда. Я не согласна фитегорически. Так, секундочку, я объясню. Например, ненавижу дилетантов. Интервью мэра города. Не красивая, не приговор. Рубрика «Стиль и мода». Ну, сплошной негатив. Ну, куда это годится? Наоборот, в позитив нужно уходить. Вот я где-то видела… А, вдохновись мечтой. Автор Михаил… Михаил Бобровский. Ну, это неплохо. Это очень даже неплохо. Необходим абсолютно новый подход к формированию редакторского портфеля. И у вас на всё про всё есть ровно сутки, чтобы сгенерировать идеи и предложения. Это понятно? Жора, вы очень харизматичный молодой человек. Мне неудобно вам про это говорить. Но не могли бы вы, пожалуйста, привести себя в божеский вид? Ну, я имею в виду подстричься, помриться. Вы всё-таки в редакции работаете. Жор, не расстраивайся. Ну, чтобы облагородить Лисо. Всё, спасибо. Все свободны. И самое главное – мы команда. Алло, Катя, привет. Да, Артур, привет. Как дела? Мне сейчас неудобно говорить, еду на встречу с юристом. Оказывается, из-за падения продаж Альянс Престиж Медиа, торговая сеть, не захотели продлевать договор. Собственно, поэтому у редактора и случился инфаркт. Поэтому либо я спасаю ситуацию, либо фактически еженедельник больше негде продавать. Ничего себе. Удачи. Держу за тебя кулаки. Ага. Все, пока. Счастливо. Она может сегодня же вернуться домой. Как? Торговая сеть Альянс Престиж Медиа. Срочно найди контакты руководителей. Выполняем. Катя, Катя. Ну и что скажете, коллеги? Каков кульгиальный вердикт? Молодая совсем, а наглости хватает профессионалов критиковать. Мне идеи генерировать не нужно. Я, между прочим, дважды становилась золотым пером редакции. Внешний вид ей мой не угодил. Постригись, подрейся. Может ей еще зону бикини продепилировать? Так, не надо. Щетина сейчас в тренде. Да при чем тут твой внешний вид? Чужак. Он и есть чужак. Значит так, саботировать будем по-тихому. Как писали, так и будем писать. Ну и в общем тоже. Кто за? Я за. И я. А дело происшествия, ты как? Я, как все, мне надо в райотдел. На брифинг. Миш, коллектив очень рассчитывает на тебя в это нелегкое смутное время. Оставь его, Аделаида. Он же Штрокбрехер. Вечно сам по себе. Да подожди ты. Не в этот раз. Я с вами. Значит все за одного? Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Катя очень талантлива, но кое в чем ведет себя как неразумный ребенок. Разве можно идти против отца? Не нужен ей этот еженедельник Олег Игоревич. Ее место здесь. Я очень хочу ее вернуть. У тебя конкретное предложение? Все может решить один ваш звонок. Торговая сеть Альянс Престиж Медиа отказалась продлевать договор с еженедельником. А Катя сейчас на переговорах, пытается уговорить их продолжить сотрудничество. Но если позвоните вы, как фактически владелицы здания, и намекнете о том, что рассматриваете вопрос о закрытии, они гарантированно откажутся. И Кате негде будет продавать еженедельник. Информация проверена? Абсолютно. Все контакты я указал. Кате совсем не обязательно знать о том, что вы звонили. Катя. Пошел. Людмила Валерьяновна, я уверена, выход есть. Предлагаю все начать с чистого листа. Детальнее. Договор на полгода, фиксированная оплата и никакой привязки к количеству продаваемых экземпляров. Этого делать нельзя. Мы не потянем. При нынешнем положении, да. Но я планирую вдвое увеличить объем продажи. Что скажете? А у вас есть стратегия, как это реализовать? Ну, конечно. Все здесь. Пожалуйста. Помимо стратегии есть большое желание и кое-какие возможности. А коллектив? Они готовы работать в новых условиях? Залог любого успеха – сильная и сплоченная команда. И у нас она непременно станет именно такой. Я обещаю. Да. Ну, что ж, нам нужно посоветоваться. Конечно. Катя сегодня возвращается. Вы уверены? Обязательно вернется. Если негде продавать еженедельник, что и там делать. Кстати, закажи корзину роз прямо к тропу самолета. Она спускается, а тут кусочек счастья. Романтик-стайл. Понял, выполняю. Эдик, пойди погуляй. Алло. Время. Пора подставить сильное плечо растоптанному самолюбию любимой. До свидания. До свидания. Эдуард Викторович, у нас получилось. Это же просто чудо какое-то. Правда, соглашение пока только на две недели. Ничего страшного. Вперед, только вперед. Мы обязательно поднимем продажи. Я не отступлю. Да, да, да. Это не отступит. Да все отлично, только что подписали соглашение. Ты серьезно? Да. Ты в меня верил? Конечно, в тебя верил. Ты молодец. Ладно, хорошо, я побежала. Да. Пока. Корзина роз. Трапу заказана. Отменяй. Какие-то проблемы? Она решила остаться. Видать, папаша дал второй шанс. Решил не вмешиваться в переговоры. Но ничего. Будет и на нашей улице праздник. Алло. Отменяйте все. Да, все, отменить. Спасибо. Папа, ты только не рассказал, какие у тебя новости? Из-за чего ты так утром на работу спешил? Соседку над нами, помнишь? Да, а что? Так вот, она теперь мой новый босс из главного офиса. Специалист по кризису. Как только приехала, сразу нас затопило. Да, похоже, она большой специалист по производству кризисов. А что дальше будет страшно себе представить? Кошмар. Ох, это кошмар. И мне в этом кошмаре работать. Алло, Катюша, привет. Иришка, привет. Как дела? Как папа? Нормально. Как первые впечатления от поездки? Ах, как первые впечатления. Ну что, коллектив тяжелый. Только один Бобровский снос напишет. Кто это? Да, Бобровский это мой сотрудник. Наглый такой тип. Мы с ним еще соседями оказались. А он симпатичный? Ир, да ну при чем тут симпатичный, не симпатичный? Ну хватит уже, а? Перестань. Ты лучше расскажи, как там у тебя дела? Что нового? Соскучилась. Ну, конечно, я тоже соскучилась. Да. Как папа? Как всегда, здесь работа. Ясно. Все, целую тебя. Пока. Пока, Катюша. Побежала. Она настороженно обернулась. Парень с надвинутым на глаза капюшоном тут же юркнул в открытую дверь магазина. А детектив, наблюдавший за этим, почесал свою переносицу. Она насторон... Я не понимаю, она специально, что ли, это делает? Кто, пап? Кто? Соседка наша. Вторгается в мое личное пространство. Я не на работе, я не обязан на нее смотреть. Все. Пока эта дама здесь, окно будет закрыто. Я тебе обещаю, я даже не подойду к нему. Пап, ты чего? Ты на обиженного ребенка похож. Так смешно со стороны. А завтрак еще не готов? Малыш, пять минут, иди пока у Мося. Нет, Екатерина Олеговна, я вам свой любимый вид из окна не отдам. Ни одного оконного сантиметра. Вы бросили мне вызов. Ничего, я тоже нервы трепать умею. А можно я сегодня закрою? Можно. Михаил, если вы сегодня опоздаете, хотя бы на полминуты… А можно для начала поздороваться? Не перебивайте, пожалуйста. Мне не нравятся сотрудники, делающие замечания в своем начале. Вы зачем кричите на моего папу? Он очень хороший, а вы злая. Деточка, ну я не злая, я требовательная. Точно кошмара. Точно кошмара. Так будет с каждым. Екатерина Олеговна, доброе утро. Доброе утро. Вы прям как пчелка, с рассветом в поля. Не желаете объясниться? По поводу. Вы опоздали на двадцать две минуты. Внесите, пожалуйста, в журнал. Так уж и на двадцать две? Да. А может часы сверим? Да, пожалуйста. Ровно девять. Это, это, это что за детский сад? Это семейная реликвия. На руках не помещается, в сумки ношу. Очень смешно. Вот сейчас мы об этом и поговорим на совещании. Про вашу семейную реликвию и про вашу наглую улыбку. Пойдемте. Пойдемте. Оп, Екатерина Олеговна. Поставьте меня на место. Спасибо. Не трогать меня. Доброе утро. Здравствуйте. Если кто-то еще раз опоздает, может сразу приходить ко мне за трудовой книжкой. Это ясно? Все личные дела сотрудников я храню у себя. Хочу ознакомиться. Ну, а теперь о нашей дальнейшей работе. У кого-нибудь есть какие-то предложения, возможно, идеи? Нет? Ну, собственно, я не удивлена. Все ожидаемо. Тогда говорить буду я. Раньше было о серьезном серьезно, а теперь будет о серьезном с улыбкой. А скажите, а ДТП тоже с улыбкой? Соломка, вы пишете так, как и писали. При этом очень важен ваш личностный взгляд на ситуацию. Это понятно? Угу. Так, Феофанова. Передайте, пожалуйста. А ш… А что это такое, Екатерина Олеговна? Задание для вас. Вам нужно будет съездить в собачий питомник и пофантазировать на тему «У меня в квартире появился пес». Что? Я сказала что-то смешное? Ну, в смысле… То есть, вы считаете, что это будет неинтересно? Ну, я не знаю… Ну, вы подумайте. Время есть. Степан Лукич, пожалуйста, для вас. Кошку звести. Так, испытать на себе плюсы и минусы лечебного голодания. То есть, написать увлекательный отчет на страницах еженедельника. Ну, голодать мне? Ну, а в чем проблема? Вы же ведете рубрику «Здоровье». Я… Неделю поголодаете, ничего страшного. Даже полезно. Что, неделю без еды? Да. Совсем? Да. Диета длиною в день. Он же больше не выдержит. Велик. Да, я облагородил внешний вид. Я не настаивала, но вы сами понимаете, что это надо было сделать. Отлично. Написать сюжет и снять на камеру какой-нибудь смешной ролик. Будем расширять аудиторию в рамках интернет-пространства. Извините, какой-нибудь смешной. Это какой? Это какой-нибудь смешной. Заходите. Екатерина Олеговна, я договорилась с дизайнерской группой насчет оформления еженедельника. И Юра просил передать, что по поводу встречи с нашим крупнейшим туроператором. Они готовы встретиться после обеда. Отлично. Спасибо. Ну что, у всех задание есть? Бобровский. Как же я могла про вас забыть. Над вашим заданием я еще пока подумаю. Все за работу. Хорошего дня. Господи. И еще. Обеденный перерыв у нас ровно час. Если кто-то опоздает, это будет приравниваться прогулу. Два прогула — увольнение. Жёстко. Плесаще. М-м-м, так, все. Обед. Нет, ну это кошмар, это невыносимо. Да я в таком режиме я уже лет тридцать не работал. Да ты уже лет тридцать как вообще не работаешь! Коллеги, прекращайте! Ребят, а вы вообще понимаете, что это только начало? А что ты хочешь сказать, что будет ещё хуже? Да, будет хуже, когда мы принесём свои статьи. Миша, а что вы предлагаете конкретно? А конкретное я предлагаю. Тихий саботаж. Да? Да она выкупит любой саботаж. Ну, значит, нужно наоборот развернуть активную деятельность. Вот, Жор, например, компьютер зависает. Часто? Да, а что? Приходишь на работу раньше всех, перезагружаешь компьютер, обновляешь систему, делаешь переферментацию диска. Так мы же работать не сможем. Не сможем, в этом-то и дело. Но совершенно по объективным причинам. Аделейда, а вы вообще можете с ней стараться? Я, вроде, могу. О, Павел, вот, например, вы, в своей колонке, вы же пишете сухими канцелярскими методами, правильно? Ну, а как по-другому? А вы пишите образно, литературно, во всех леденящих душеподробностях, так, чтобы у читателей волосы стали дыбом. Сейчас, извините. Алло. Да, Даш. Ну, конечно, жди. Давай, скоро буду. Простите, а Зина где? Уже на обед уже. Буду не скоро, а вы меня не ждите. Опа. Михаил, у вас на все про все час. Приятного аппетита всем. Спасибо. Пап, ты знаешь, мы сейчас на занятиях будем плести такие классные браслетики. Я даже знаю, как это делается. Нам учительница показывала. Ну, и сделаешь мне один. Они для девочек. А мне говорили, что можно и для мальчиков сделать. Только для мальчиков нужно выбирать не такие яркие нитки. Так, ну-ка. Все, ускоряемся. Мне на работу пора. Кошмар. Зина, зайди, пожалуйста, ко мне. Ты чего? Я сейчас поднимусь. Только тихо. Как? Зина! Зина! Так, обеденный перерыв закончился. Все на своих местах? А Бобровский? Екатерина Олеговна, он с минуты на минуту будет. Он просто дочку в школу по утрам отводит. А в обед или на продленке оставляет, или ведет на кружок рукоделия. Я вот не понимаю, почему я должна все это сейчас слушать? Ну что ж, будем принимать меры. Екатерина Олеговна, вы что-то хотели? Вы здесь? Конечно. А где мне еще быть? Обед уже как пять минут закончился. Я рада, что вы на своем рабочем месте. Вот так бы всегда. Да. Зина, вы повнимательнее, пожалуйста, в следующий раз. Я сейчас отъеду в туристическое агентство на переговоры. А через два часа у нас совещание. Понятно? Сейчас. Где женщина? Стихийное бедствие. На секундочку. Дождь генерального и без кольца. Я даже не представляю, кому такой подарок по жизни нужен. Да скоро кольцо появится. Юра по секрету сказал, что у нее жених есть. Они в одном холдинге работают. Ну, тогда она у нас не задержится. Любимого мужчину надолго оставлять одного нельзя. Из личного опыта. Ой, я бы на месте к свадьбе готовилась. Подготовка к свадьбе – счастливейшие моменты в жизни женщины. Алло, Катюш, привет. Не отвлекаю. Говорить можешь? Нет, нет, Ириш, могу. Я как раз вышла из туристического агентства, решала кое-какие рабочие моменты. А что у тебя? Слушай, я тут подумала, когда Артур сделает тебе предложение, тебе нужно быть во всеоружии. В общем, я нашла очень классный салон, сейчас смотрю их платье. Катюшка, ты у нас будешь самой красивой невестой. Ириш, спасибо, но это как-то не особо актуально сейчас. Очень жаль. А платье-то красивое? Словами не описать. Давай я тебе сейчас фотку скину, да? Давай. Следовательно, доля регионального контента будет временно уменьшена. Я наполню следующий номер в большей степени материалами наших центральных изданий, но это не спасет ситуацию. Потому что мы должны работать с максимальной отдачей. Обязательно. Поддерживаем. Правильно. Так, и у меня еще объявление. У нас появился взаимовыгодный договор с одним крупным туроператором города. Что нужно сделать? Кто-то из сотрудников должен полететь на остров Бали в составе туристической группы. Бали? Ничего себе. Аделаиды, а где это? Где? На экваторе. Песчаные пляжи. Лазурные лагуны. А вам бы, кстати, географию подтянуть. Малайский архипелаг. Берег океана. Гостиница пять звезд. Командировка рассчитана на пять дней. Все включено. Бизнес-класс. Все. Задача от первого лица рассказать в еженедельнике о поездке, попутно сделав рекламу туроператору. Так. Кто готов? Я. Взять на себя такую ответственность? Обязуюсь активно всю неделю отголодать на Бали без цитрусов и кокосов. Екатерина, ты меня отправьте, пожалуйста. Ну, я же уверена, что там есть питомник для бездомных собак. Я бы эту земную собачку вдоль океана погуляла. Я бы написала чего-нибудь на морском бриз. Знаете, как хорошо пишется? Екатерина Олеговна, на Бали должен лететь человек, который умеет тусить. Я мог бы взять жену внуков. Уважаемые коллеги, у нас остался один сотрудник без персонального задания. Политет Михаил Бобровский. Что? Екатерина Олеговна, я сразу пас, я уступаю другим желающим. Ой, это мужские. Спасибо, Вячеслав. Михаил, самоотводы не принимаются. Вы либо летите на Бали, либо я вас увольняю без разговоров. А за что? За невыполнение распоряжения руководства. Это понятно? Все свободны. Блестяще! Блестяще! Раньше таких умных на колерок ссылали. А теперь да Бали. Где справедливость в мире? Да, Степан Лукичев, это вам не про собачек писать. Бали. А я дальше из Стамбула никогда не была. А я и ближе не был. Поздравляю, Миша. Я только одного не пойму. Дашку, я как оставлю? Тут же мне проблемы. У брата своего, у Лешки. Думаешь? А что тут думать, Миша? Езжайте, отдыхайте, пока мы тут будем саботировать начальственное начинание. Береги себя, пап. Я буду скучать. Возвращайся быстрее. Умница ты моя, я тебя люблю. А Леша, слушайся. Ну, держи. Спасибо, брат. Давай, хорошего полета. Смотри, не паски. Да нет, конечно. Вылет с утра, как приеду, сразу позвоню. Хорошо, давай. Пойдемте, я вас провожу. Алло. Девушка, это аэропорт. Здравствуйте. Вы можете задержать? Рейс на Бали. Я опаздывающий пассажир. Как воздухе? А, догнать? Ну да, их стук на ведре. И мне жалко, что я не Менхаузен. Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию. Я рад мой дядя отбору. Этого пятого мальчика. Пусти! Между Тихим и Индийским океанами расположился самый яркий, колоритный и гостеприимный остров. Поистине являясь украшением индонезийского орхиделага, он продолжает радовать тысячи листов в равнообразии у нас. Всем пламенный привет. Долетел? Хорошо. Устроился? Замечательно. Даже лучше, чем я предполагал. Наслаждаюсь. Ваш М. Бобровский. Вот такое сообщение пришло от Миши. Ты представляешь, сейчас на Бали, на берегу океана, бризом наслаждается. Ну, какая несправедливость, а? А Бишь-то как? Даже лучше, чем предполагал. Да куда уж лучше-то. И так, все включено. Давай гляну. Я рад за Мишу. Он заслужил. А мы нет. Алло, Даша, привет. Привет, пап. Ну что, как там дела у тебя в школе? Да, все в полном порядке. Точно? Я тут уже устала. Можно приехать? Нет, домой нельзя. Все же думают, что я на Бали уже три дня. А ты у нас плюха. Скажи, Леша, ты по мне продукты привез. Я сейчас из дома вообще не выхожу. А чем ты там вообще занимаешься? Сижу в образе. Пишу статьи. Степан Лукич. Кроссфорд. Имею право, еще десять минут до окончания обеда. А я не прав, это я хотела поинтересоваться. Как проходит ваше активное голодание? Блестяще. Подождите. Мне кажется, или вы немножко поправились в лице? Это правда? Ой, это видать, щека от голода распухла. И заливая щекой что-то шевелится. Ой, ой, это может быть блуждающий флюс. Вот такое на голоде случается. Правда? Ну ладно. Степан Лукич, блуждающий флюс, говорите? Ну-ну. Семнадцать, Тимоль, охотим. За правду голодай. Я, может, тоже на боли хочу, как улоп. Феофанова, это очень плохо. Вот это все очень плохо. Потому что вы не раскрыли тему, у меня дома внезапно появился пес. Это больше напоминает выписку из собачьего справочника. Я все в нем отметила. Держите. Я внесу правки. Вот, например, Павровский сегодня на почту прислал. Вот. Меня явно недолюбливают местные акулы. Я поняла это сегодня, когда опровенчиво решила скупаться в одной из лагун межостровного Балийского моря. Ну хорошо же. Ну не знаю, вам виднее. Ну я уже говорю, что хорошо. В этом есть стиль. Это интересно читать. Свободный. Спасибо. Подумаешь. Миша иначе писать не может. А я специально не старалась. Понятно. Зина. Зина. Чаю, Екатерина Олеговна. Нет, чай не нужен. Зайдите, пожалуйста, ко мне. А, да, конечно. Да. Да, проходите. Только что мне прислали отчет. Продажи первого выпуска еженедельника под моим руководством выросли на пять процентов. Это правда здорово. Это не здорово, Зина. Этого очень мало. Нам нужно сделать так, чтобы второй выпуск показал более серьезный рост продаж. Но я не знаю, как это сделать. Потому что сотрудники саботируют работу. Я не понимаю. Они меня игнорируют. Это, я не знаю, заговор или... Расскажите мне, пожалуйста, все, что вы знаете. Я ничего не знаю. Зина. Для меня это очень важно. Если мы сейчас не начнем работать, если мы не станем одной большой командой, все вот это зря. Ну, ну, хорошо. Мне Жора Белик по секрету рассказал. Екатерина Олеговна, извините, но вы здесь чужак. Вам надо как-то очень постараться, чтобы стать своей. И одного командирского тона недостаточно. Неужели я прям так... Хорошо, Зина, я вас услышала. Можете идти. Спасибо. Спасибо. Вот, как ты просил. Даша все переживает, чтобы ты не умер от голода. Молодец. Как ты, Ивана? Хорошо. Тебе привет передает. А ты как? Пишется? Ну, да, ничего. Он некоторые в переписке даже хвалит. А-а. Угу. Спасибо, брат. Давай, брат. Давай. Ну, что еще два дня, я свамбура. Давай, давай. Ты Дашке привет передавай, пусть уроки делает. Хорошо. Давай, брат, из-за чего набирай. Давай, а? Здрасте. Здрасте. Это как понимать? Здрасьте. Привет с Бали. Самолет проспал. Да? А как же... А как же ваш будильник? Семейная реликвия? Так, ладно, все, успокоились. Думаю, на этом Бали закончилась. Завтра ко мне в кабинет с объяснениями. Ясно? Ясно? Что ж тут неясного? Ириш, привет. Привет, сестренка. Можешь говорить? Конечно, рада тебя слышать. Ты знаешь, я все чаще про маму думаю. Я тоже часто о ней думаю. Помнишь, как мы все втроем на выходных в кафе «Снежинка» ходили? Ты всегда измазывалась мороженым, а мама вместо того, чтобы тебя ругать, она спрашивала у тебя, Ришка, ну, может быть, хватит? А ты говорила, нет, я хочу еще. Все, не начинай. Ну, чего ты? Ну, так хорошо все вместе было. Сестренка, у тебя что-то случилось? Да нет, просто мне ее очень не хватает. Нет, все нормально. Я вчера до ночи разговаривала с Артуром, он во всем меня поддерживает, и я еще раз поняла, что, ну, Артур мой человек. Ну, а в редакции по-прежнему проблемы. Какие проблемы? Все материалы очень слабые. Я не знаю, с чем это связано. То ли журналисты безнадежные, то ли саботируют. Ну, ты держись, сестренка. Ну, в общем, это неважно. Главное, что, в общем, все будет хорошо. Пока. Конечно. Пока. Пока. Ну, ты, Мишаня, даешь. Не ожидал. Лиш, объясни мне, как можно было проспать такую поездку? Лазурные лагуны, песчаные берега, тропические закаты. Я не понимаю. Ну, что, Мишаня, меня блоглилась, да? А я говорил, меня надо было посылать. Меня. Да, да, тебя. Да ты бы своими фотографиями всех читателей распугал. Вот для моей темы, Бали, подходила как нельзя лучше. А распугал бы или нет, это еще вопрос. А вот в кадр бы точно поместился. Брейк, коллеги, коллеги, Брейк, все. Миша, ради такого дела я бы ночью не спал. Всем доброе утро. Доброе. Михаил, вы, надеюсь, уже все в курсе, да? Значит так, Михаил, вы сегодня же напишите финальную статью об Али прямо здесь, в редакции. Это понятно? Напишу. И не думайте, что это сойдет вам с рук. Вы обязательно будете наказаны. Вы меня в угол поставите? Очень смешно. Вам это не понравится. Обещаю. Екатерина Олеговна, можно? Я предлагаю в следующий раз на Бали меня отправить. У меня и будильник кукарекает. И сплю я чутко. Смешно. Степан Лукич, к сожалению, в ближайшее время подобных поездок не намечается. Извините. У меня объявление. Мне кажется, у нас в коллективе есть кое-какие проблемы с коммуникациями. И дабы устранить эту проблему, я решила, что мы должны поехать за город. Например, завтра. В туристический поход. С волейболом и ночевкой. Явка всех коллег добровольная, но обязательная. Кто за? С волейболом? Блестяще. Я прошу прощения. А наш коммерческий директор Юров тоже идет на мероприятие? Юрова, к сожалению, не будет, так как у него важное задание. Он готовит отчет. А можно я девушку возьму? Катерина Олеговна, а можно я с женой? Вижу, все за. На этом мероприятии мы должны... Зиночка, кем стать? Одной дружной корпоративной семьей. Да, хотелось бы. Михаил, извинитесь, пожалуйста, перед всем коллективом. Ну? Мы ждем извинений, Михаил. Ну? Извините. Доброе утро. Здравствуйте. Жора. А где твоя девушка? Она у меня первая в графике подвижных игр записана. Вычеркивай. Продинамила она меня. Так что я опять в поиске. Всем доброе утро. Доброе утро. Что ты будешь делать? Доброе утро. Так, внимание. Я сейчас буду объявлять наш маршрут. Мы сейчас все садимся в автобус. Выезжаем за город. Далее у нас разбивка лагеря. Волейбол. И ночевка у костра. Спиртное вне закона. Как? Вообще? Вообще. Екатерина Олеговна, я поддерживаю не все ваши методы, но вот это совершенно правильно. Что правильного? Ты не поддерживаете? Зачем поддакивать? Ну, шашлык-то хоть будет? Само собой. Но у вас же персональная оздоровительная программа на овощах и фруктах. Вы забыли? Блестяще. Так, все. Садимся в автобус. Давайте. На легкие. Значит, мы должны помазаться специальным кремом. Клеем надо мазаться. Говорят, очень отпугает вещи. Да? Да. Эй, дымимся, ребята. Так, как дымимся? Ну-ка. Что случилось? Все, приехали. Класс. А обратно как? Вот я знала, что идея с походом плохая идея. Нет, ребята. Так, все, давайте без паники. Так, а что делать? Для того, чтобы вернуться обратно, нужно как минимум добраться туда, куда мы шли. Так, все, давайте без паники. Так, сколько нам идти? Ну, совсем недалеко. Пять километров. Учитывая, что в среднем человек ходит пять километров в час, доберемся мы достаточно быстро. Блестяще. Это по асфальту люди ходят пять километров в час. А по лесу. У нас же оборудование для волейбола, у нас же палатки. Вот кто это все потащит? А всю тяжелую часть нашего снаряжения и все, что мы будем использовать совместно, понесет у нас Михаил. Да? Кто? Вы же у нас проштрафились, Михаил. Помните, я обещала? А, я? Да. Хорошая идея, кстати. Пойдемте, Зин, посмотрим. Да подождите. Ну, давайте. Степан Лукич. Ну, какой противный. Ну, прям силы нет никакие. Ну, дай я пройду. Всего пять километров. Всего пять. А потом поменяемся. Это я на всех брал. Так что неси тебе. Знал бы, еще б с десяток банок прихватил. Дайте помогать. Ага. Это тебе заболи с акулами. Ой. Давайте посмотрим. Ну, давайте, коллеги, грузим. На мяч. Он так упадет. В такси идем строго за мной. По вот этой вот тропинке. Не отстаем, не отстаем. Да идем, идем. Ей, Олег, ну далеко еще. Ну, больше сил нет. Степан Лукич, еще столько же. Что? Сейчас делаем вдох, выдох и с улыбочкой вперед. Вы на природе. Блесач. Блесач. О господи. Зора, уйди, я прошу тебя. Не, ну это за гранью. Ей хорошо улыбаться сорок четвертым размером. Жора, ты что пишешь? Жора, смотри. А знаешь что, Мишенька, я вот тут подумала, в зонтике брала для всех. Поэтому и нести мне его явно не надо. Какой у нас дружный, сплоченный коллектив. Да, Жор? Фух. Офигенные кадры. Ну вот. Мы пришли. Степанович, все нормально? Да. Ой. Ой, красота. А воздух, главное, какой. Спасибо. Так, ну что. Лагерь у нас будет там. С левой стороны девчонки, с правой мальчишки. Соломка, у вас… Я разберемся. Все правильно, все правильно. Так, ну сейчас легкий перекус. И переходим к подвижным играм. Можем выточнять эти вопросы, Екатерина Олеговна? Конечно. Может лучше в домино? Козла забьем. Ой, давайте лучше эти шашки. Сашки, точно. Или города. Дорогие мои, ну я понимаю, что вы очень устали. Ну вы реально большие молодцы. Давайте, сейчас перекусим. У вас на все про все час. Ну и будем играть в волейбол. Отлично. Михаил, это во что накошается? Натяните, пожалуйста, сетку. Конечно, босс. Спасибо за доверие, кто же, как не я. Цените. Ага. А я пойду переоденусь. А она с огоньком. Факт. Степан Лукич. Жора. Вы что, стоило вас разочек похвалить и все? Поддались? Да ты что, даже и не думал о Делоида. Это так. Мысли вслух. Миш, ну а ты? Ты-то хоть со мной? Я фанул. Ты еще сомневаешься? Так. Первая команда у нас. Степан Лукич. Ага. И... А Делоида Альбертовна. Ну, это судьба. Блестяще. Подождите. Вначале надо выбрать судью. Соломка, вы абсолютно правы. Выбираем судью. Так. Так. О, судья. Я. Зина у нас судья. Благодарю. Так, вторая команда у нас. Екатерина Олеговна. И... Михаил Бобровский. Класс. Ну и третья команда. Так. Соломка с супругой. Семья Соломка. Все правильно. На позиции. Здорово. Я без команды буду снимать. А давайте с вами будем в команде. Пожалуйста. Не-не-не, я буду снимать, а вы играйте. Итак, команда на позиции. Команды на позиции. Ну что, я скажу или вы скажете? Не хочу быть с вами в одной команде. Думаете, я что ли мечтаю, Екатерина Олеговна? Мы должны играть и выиграть. Да вы никогда даже в руках мяч не держали. Знаете что? Вы ведете очень пассивный образ жизни. В парке по утрам не бегаете. Окна у вас зашторены. На курорте, наверное, никогда не были. Болит и был ваш шанс, но вы его упустили. Поэтому вы для меня не достойный напарник. Это все? Да. Давайте. Ну? Спасибо вам, herzlich! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Давайте. Подержите, пожалуйста, я руки помою. Оп! Еще? Да. Михаил, вы там у костра ничего не сказали. Вы знаете, на самом деле многое прояснилось. Держите. Я вижу, вам важен еженедельник так же, как и нам. Я очень удивлял. У вас есть стержень? Я таких женщин только несколько встречал в своей жизни. Это комплимент? Ну, спасибо. А каких еще женщин со стержнем вы встречали? Жену. Ну, да. Заставить мужчину готовить в грязном фартуке, ну, для этого нужен характер, согласна. Она умерла. Извините. Я не знала, простите. Четыре года назад автокатастрофа. В общем, остались с Дашкой одни. Извините, я вас понимаю. Это вряд ли. Мне мама умерла от рака, когда мне было пятнадцать. Сестре тогда исполнилось семь, но мне пришлось Иришку воспитывать одной. Потому что отец все время работал. Вам тоже нелегко прошлось? Да. Нам очень не хватало ее заботы и тепла. Ну, в общем, наверное, как и Даша. Ну, а тут вообще без вариантов. В смысле? Ну, вот так. Да варианты всегда есть. Вы, кстати, не затягивайте с этим, потому что у вас у дочки такой возраст, когда ей нужна мама. Так что вы… Екатерина Олеговна, давайте с этим вопросом я разберусь сам, хорошо? Так я же ничего не сказала, я просто вам дала совет. Как будет лучше? Слушайте, вы что, психолог? Вы разберитесь со своими проблемами, я разберусь со своими. Михаил, вы просто должны подумать о дочери. Да все, тема закрыта эта. Хорошо. Все. Справляйтесь, Бобровский. Спокойной ночи. Спокойной. Спокойной ночи. Бобровский! Воспитание дочери и личная жизнь. Но это не тема для обсуждения. Я была не права, извините. Ну, тогда и вы мне извините, я не должен был так вам отвечать. Ну, тогда мир? Мир. Отлично. Доброе утро, папа. Привет, малыш, привет. Алеша уже ушел? Угу. Почему шторы открыты? Ну, а что у нас-то в сумерках что сидит? Давай, иди завтракай. Так вы помирились с этой твоей начальницей. Даша, с этой моей начальницей мы и не ссоримся. Просто легкое недоразумение. Все, давай ешь, а то школу опоздаешь. Ну, как вам поход? Что, нам с Татой очень понравилось, по-моему, Игнатьева все хорошо организовала. Я про выступление ее. Под тегом «Спасем еженедельник». Ты как, Укич? Укич, поддерживаю. Настырная она. Думаю, у нее получится. Бубровский, ты? Я думаю, ей нужно дать шанс. Аналогично. Соломка. А я как все. Так. А как же наш бойкот единым фронтом? А? Вот я лично, я, ей не доверяю. Я уверена, что она здесь долго не продержится. Что? А, обработала вас, да? Обработала всех. Понятно, понятно. Одно слово. Мужики. Так. Ты как хочешь, Аделаида. Я реально голодать начну. Соломка. Вот. Отдаю тебе самое дорогое. На сохранение. А чего? Этим варварам не доверяю. Ага. Ты спятил, что ли? Ты и полдня без еды не продержишься. Вот так вот. А я думал, она наоборот. Дайте-ка отдохну. Первая за швивеньем пойдет из женской солидарности. Так. Объявление. Сегодня у Феофановой день рождения. Собираем на подарок. Екатерина Олеговна тоже участвует. А я много дать не могу. У меня старшенька на сносях. Каждая копейка на счету. Всем доброе утро. Доброе утро. Ну что, готовы к новой трудовой неделе? Отлично. Пойдемте. Миша, ты слепой? Чего? Посмотри, какая женщина. Присмотрись. Жор, ну это что ты? Ну что Жора? Что Жора? Присмотрись. Значит, через час у вас совещание руководителей отделов и после этого... Яхты. У вас новое хобби? Как знать. Вообще-то свадебный подарок себе выбираю. Ну, здесь же должен нам что-то подарить. Вот пускай яхту подарит. Намекнули на перед свадьбой. Достойная цель. Это не цель. Это бонус. Вот моя цель. Артур Леонидович Слапунов, генеральный директор. Вот это заявка. Но... Вообще-то со временем отца может сменить Екатерина Олеговна. Вот поэтому она мне здесь и не нужна. Замуж выйдет, пускай и домом занимается. Ну, а если вдруг у нее все получится с еженедельником, и вдруг продажи серьезно вырастут, тогда она из холдинга не уйдет и наверняка реально включится в процесс. Ну, я в это не верю. Хотя, может, ты и прав. Переговорю с генеральными. Надо бы и нам подключиться, чтобы у нее точно ничего не вышло. И последнее. Вот так теперь будет выглядеть обложка нашего еженедельника. Вполне блестяще. Спасибо. Мне нравится. Осталось только середину наполнить достойным содержанием. Наполнит Екатерина Олеговна. Жора, ты молодец. Уже можно? Аделаида Альбертовна, от имени всего нашего коллектива мы хотим поздравить вас с днем рождения. Три-четыре хором. Поздравляем! 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 Ну, это замечательная кофеварка. Зачем? Ну, нарочно, да? Нарочно! Ненавижу свой день рождения! Ненавижу! А это что, из-за возраста, что ли? Аделаида, ну, что случилось? Чего вы плачете? Вы не плачете, успокойтесь. Ну, что не так с вашим днем рождения? Просто год назад, ну, в мой день рождения, я бросилась книг. Ушел к лучшей подруге. Кошмар. Прям день рождения. Двойной удар. Ну, все-все-все-все. Все-все-все-все. Я сейчас сказала, что я глуша. Это же не так. Или так? Я знала, что я плохо выгляжу. А где так бы хотелось выглядеть красиво? Чтоб в моей жизни появился настоящий, любящий мужчина. Да. А бы он меня называл. Моя принцесса. Мое солнышко. Градем сучи зайчиком или рыбкой. Я бы завтраки готовила. А иногда бы и он мне. Я что, многого прошу? Так, Аделаида, встаем. Мы вам сейчас такой праздник устроим. Что? В кафе посидим? Нет. Начнем сначала. Ибо мечты должны сбываться. Это еще не все. Нам вон туда. А теперь окончательная шлифовка образа. А до этого мы что делали? Меняли имидж в целом. Мне сделать макияж? Ну, в вашем случае полумерами не отделаешься, поэтому мы используем all inclusive, верно? Катерина Олеговна, вы замечательная. Если бы вы знали, как для меня это важно. Устраивайтесь поудованию. Скоро вы себя не узнаете. Ало, Кать, привет. Слушай, я такие потрясающие свадебные приглашения нашла. Ручной работы. Сейчас… Фотки пришли. Как у тебя дела в редакции? Слушай, помнишь, я тебе рассказывала про своего сотрудника Михаила Бобровского? Это который хам и пишет хорошо? Он вовсе не хам. Знаешь, мне даже показалось, что он очень надежный. Он дочь один воспитывает. Кать, он что, тебе нравится? Да ну причем здесь нравится, не нравится? Мне Артур нравится. Уверена? Да ладно. Ну все. Законьте. Ладно, не хочешь не говорить. Ну о чем говорить? Ты лучше расскажи, как там твоя учеба. Как вообще… А Бобровский казач? Ну и перестань. Да я сам не ожидал. Голодание творит чудеса. Посмотрите. Посмотрите. Ну все ушло. Все ушло. Во-первых, тишечник работает, как часы. Вот потрогай. Я верю. Потрогай. Ну все ушло. Все. Видите? Доброе утро. Мальчики. Доброе. Да это ты, что ли? Я. А что Екатерина Олеговна? У себя? Угу. Ничего себе. Это точно наша Аделаида? Богиня. Хорошо. Очень хорошо. Прям очень доступно все и интересно. Верю каждому слову. Правда? Угу. Это ваша забота, ваше внимание. Вдохновили меня на эту статью. Да. Всю ночь писала, даже не заметила. Вы молодец. Я, кстати, успею еще отдать в печати. Вот впредь пишите, пожалуйста, вот такие материалы. Прям… Я буду стараться. Выглядите потрясающе. Коллеги оценили? Не знаю. Мне кажется, что оценили. Олег Игоревич, можно? Да. Давай. Что у тебя там? Олег Игоревич, я насчет Кати. Я пришел на работу, подумал, а может ей помощь нужна? Готов подставить в плечо, поехать официально ее помощником? Нет. Пускай сама выкручивается. Ну… Я сказал, нет. Никакой официальной поддержки. Нечего было с отцом так при всех разговаривать. Вызов она мне, понимаешь, бросает. Я вас понимаю. В таком случае я могу взять пару недель за свой счет? Съезжу к ней, побуду рядом, погащу, что скажется. Проведать – это… это другое дело. Тут я согласен. Че, соскучился за невестой? Давай, поезжай, поддержи морально, так сказать. Но на день, не больше. Тут работы хватало. Не получилось. Похоже, только что придумал, как вернуть ее обратно. Значит так. Угу. Срочно сделай копию отчета финансового директора по еженедельнику Кате. Угу. Ну там, где он рекомендует его закрыть. Далее. Далее позвони вот эту тьму тараканью. И договорись о встрече с торговой сетью «Альянс Престиж Медиа» на сегодня. Мне это уже начинает нравиться. Решили лично вмешаться. А вдруг она узнает? Не узнает. Забронируем мне билет на ближайший рейс в эту провинцию. И арендую там машину с водителями. Пришло время действовать более жестко. Я не о вставлении единого шанса. Да, я уже прилетел. Жду вас на пешеходном переходе. Сами понимаете, Людмила Валерьевна, это закрытая информация. Значит, решение о закрытии еженедельника было принято холдингом еще две недели тому назад. Тогда зачем Игнатьева морочит мне голову? Ну, она же дочь генерального. Захотелось девочке поиграть в кризис-менеджеру. А вы знаете, у нее даже что-то и получается. Первый выпуск еженедельника под ее руководством показал минимальный рост продаж. Ну, где-то пять процентов. А вот второй – двадцать два процента. Он уже на прилавках. Прошу. Никто и не говорит, что она не профессионал. Но решение о закрытии принято высшим руководством холдинга. Ей дали всего один месяц поиграть в песочнице. Так что не вижу смысла затягивать агонию. Так, у нас встреча через час с Игнатьевой. Планировалось продлить соглашение на две недели. Надеюсь, вы примете правильное бизнес-решение. У этого еженедельника нет будущего. Он списан. Был рад нашему знакомству. Надеюсь, наш разговор останется между нами. Всего доброго. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не скрою. У нас в запасе есть козырь. Это продажи нашего еженедельника. Они очень выросли. Ну, пожелайте нам удачи. Удачи. Буду держать кулаки. Пойдемте. Пойдемте. Я не поняла. Вы нам отказываете? Ну, почему? Второй выпуск показал двадцати двухпроцентный рост продаж. Этого недостаточно. Вообще, мы не обязаны перед вами отчитываться. Людмила Валерьяновна, для еженедельника это серьезный прорыв. У нас еще никогда не было такого роста продаж. Все, разговор окончен. Так, погодите. Мы готовы поднять сумму оплаты. Ваше предложение нам не интересно. Так, секундочку. Вы понимаете, что вы сейчас делаете ошибку? У нас есть продуманный бизнес-план. Нам просто больше негде продавать еженедельник. А может быть, вы договоритесь с другими торговыми сетями? Людмила Валерьяновна, только ваша торговая сеть обладает всеми нужными для нас ресурсами. Извините, решение уже принято. Здорово. Всего доброго. До свидания. А мне ее даже жаль. Немного о вас напоминает. Ну, я бы дала шанс, но еженедельник все равно закроют. Поэтому зачем зря занимать торговые площади, а? Резонно. Послушай, ну, в связи с тем, что еженедельник закрывают, ты подыщи ему работу. Я надеюсь, ты понимаешь, о ком я. И не говори только, что это от меня, а то откажется. Я тут видео с корпоративом монтирую. Ты там так на Олеговну смотришь. Зацепила она тебя, да? Может и зацепила. У меня же жених есть. Да и она уедет, когда дело с еженедельником доведет до конца. Ты думаешь, она получит? Думаю, да. Прошу внимания. Мне очень тяжело об этом говорить. Ну, наш еженедельник прекращает свою работу. О! Это что, шутка? Нет. А что случилось? Альянс Престиж Медиа не захотел продлевать соглашение, поэтому... Нам больше негде продавать наш еженедельник. Ну, а что же нам теперь делать? Я не знаю. А я знаю. Увольняться и... На бирже труда за пособием. Мне очень жаль, правда. Я очень хотела, чтобы у нас получилось, но... Извините меня, пожалуйста. Я не могу сейчас... В смысле? Да. Значит, и у нее не получилось. Так все хорошо складывалось. Да. И недолго музыка играла. Да. Можешь с тебя на пару слов? Можешь с тебя на пару слов? Сюрприз. Только с самолета. Привет. Привет. Ты какая-то подавленная. Что-то случилось? Да. С еженедельником беда. В общем, его закрывают. Я не справилась. Да ты что? Ну, во всяком случае, ты попыталась. Да не расстраивайся ты. Я так надеялась, что у меня получится и... Екатерина Олеговна будет через час. Угу. Артур? А ты чего здесь делаешь? Не твое дело, Мишаня. Вы знакомы? Учились вместе на журфаке? Да, неожиданно. Ну, ладно, я пойду. Вот уж не думал, что он тут пристроится. Как мне кажется, ты должна знать. Бобровский — редкая дрянь и бездарь. Да? Нет, но он, конечно, очень сложный человек, резкий. Но талант у него есть. Мы одно время дружили с ним. Университете, пока он не показался в истинное лицо. В смысле? А что он сделал? Что он сделал? А он использовал дочь декана для окончания журфака с красным дипломом. Алиса училась вместе с ним. Поэтому обо всей этой истории я знаю и не буду наслышать. Как низко. Я даже никогда не думала. Да. Ну так что, я в аэропорт за билетом и черным рейсом дамал. Или тебя здесь что-то еще держат? Да нет. Наверное, ты прав. Поезжай в аэропорт с билетами, а я за чемоданом домой. Надо уметь признавать свои ошибки. Я не справилась. Я не справилась. Даш! А что случилось? Так, в догонялки играли, упала Екатерина Олеговна. Значит так, называй меня просто тетя Катя, хорошо? А ты почему домой не идешь? Ключи забыл. Я жду, когда папа с работы вернется. Ну, это не скоро. Знаю, звонила ему уже. А ты сама из школы ходишь? Не рано еще? Ну, если у папы не получается, то с подружками хожу, а не в моем доме родил. Твою рану нужно обработать. Поэтому приглашай в гости. Ну, даже не знаю. Ты сейчас сама убедишься, что я вовсе не злая. Пойдем. Я тебя здесь со мной не оставлю. Пойдем. Ты не голодна? Нет, обедала в школе. Ой! Сейчас я подойду. Ты знаешь, я в этом деле спец. У меня все детство сестренка с разбитыми коленками бегала. Здорово. Жалко, у меня нет сестры. Только папа и бабушка, которую я давным-давно не видела. Это почему? Бабушка меня у папы на совсем забрать хотела. Из-за этого они поссорились. А я очень расстраивалась. Ведь я люблю и его, и ее. Только папе не хочу об этом говорить, чтобы он не сердился. Ну, я тогда тоже ему ничего не расскажу. Слушай, а давай заплетем тебе косички на прощание. Много-много. Давайте. А почему на прощание? Я сегодня улетаю. Ой, как жалко. Ну, совсем. Ну, совсем. Поворачивайся. Сделаем из тебя африканскую красавицу. Папа меня не узнает. Точно не узнает. Слушай, а может тебе стоило все-таки с бабушкой остаться? Ну, ты же не виновата, что у тебя папа такой непутевый? Ну, не повезло. Не повезло. Это еще почему? Глупо сказала, не обращай внимания. Вы же не думаете, что папа у меня плохой? Так, не дергайся. Ты? Зачем ты пришел? Людмила Валерьяновна, вы отказались продлевать соглашение с еженедельником. Это означает, что он будет закрыт. Это никак не связано с тем, что ты там работаешь. Это обычное бизнес решение. Вы должны отменить это решение. Нет. И вообще меня удивляет. Твоя наглость. Как ты мог прийти сюда после того, что случилось? Послушайте, вы объявили мне войну, не я вам. Я хочу видеть внучку. А я вам не запрещаю и никогда не запрещал. Так она меня не хочет видеть. Ну, вы же сами для этого все сделали. Вы хотели лишить мне родительских прав. Это была ваша идея. Вы думаете, ей это понравилось? После смерти Оли я была совсем не своя. Ты поговори с ней. Я так больше не могу. Я ее очень хочу видеть. Она ведь моя единственная внучка. Как там она? Не болеет? Все хорошо. Я очень скучаю. Не очень одиноко. Ну, давай как-то разберемся. Договоримся. Пожалуйста. Продлейте соглашение с Еженедельником. Игнатьева справится. Для тебя это действительно очень важно? Да. Продолжение следует... Ну… Редактор субтитров А.Семкин Ну, как? Подписала. Как подписала? Да вот так. Ну, Миша, это же только о моём участии никому не слово. Понятно? Конечно. Екатерина Олеговна, это Юров. Мы спасены. Как? Нет, всё замечательно. Просто она что-то объяснила, я не знаю, сказала. Ладно, всё хорошо. Значит так, обзваниваем всех сотрудников. Завтра все встречаемся на рабочем месте. Да. Всё, спасибо. Что-то хорошее? Да не то слово. Держи. А ты чего дверь не закрываешь? Бред я купил, авто ждёт. Собирайся. Артур, я никуда не поеду, ты полетишь один. Дело в том, что мне только что позвонили из Альянса Престиж Меди, и каким-то чудом продлили контракт, я не знаю. А как так получилось? Я не понимаю, просто… Ты что, не рад? Михаил, а еженедельник продолжает свою работу, и Юра сейчас всех обзвонит. Да вы что? Да. Рад слышать. Кать, помнишь, что я тебе сказала? Ему нельзя доверять. Даша, привет. Ты что тут делаешь? Тебя жду. Здорово, да? А кто тебя заплёл? Твоя Екатерина Олеговна. Меня к себе пригласила. Я ключи от дома забыла и коленку вот разбила. Она мне её замазала. Потом косички заплетала, конфетами кормила, а потом к ней какой-то дядя Артур пришёл, и я ушла. Ну, в общем, я вижу, вы нашли с ним общий язык. Да, вообще-то… Мне кажется, тебе вообще стоит задуматься, нужен ли тебе такой человек в команде. Хорошо, я подумаю. Подумаю. Позвони, как приедешь. Угу. Пока. Потом. Береги себя. Она размеренно бежала по аллее. В лучах восходящего солнца её фигура казалась самим совершенством. Однако не спавшую всю ночь детектив смотрел не на неё, а на Гиллера из ниоткуда выросшего позади красавицы. Понадобился один короткий рывок, чтобы обездвижить убийцу. Она обернулась, и он заглянул в её глаза. Накажущейся вечностью миг детектив позволил себе раствориться в них. А, впервые в жизни. Впервые в жизни. Ну что? Можно загружать. Пап, я уже сделала уроки. Можно я мультик себе включу? Малыш, присядь-ка на секундочку. Я хочу с тобой поговорить. Серьёзно. По поводу твоей бабушки. Я с ней встречался, и она очень по тебе соскучилась. Так что, если ты не против с ней встретиться… Пап, я согласна. Ведь я тоже соскучилась по ней. Ну, если ты не против. Да как я могу быть против? Она же твоя бабушка. Хоть вредно и командовать любит. Помнишь, как она тебя плохим отцом называла? Ну, сейчас она уже так не считает. А сегодня тетя Катя тоже сказала, что мне с отцом не повезло. Это тебе тетя Катя сказала? Угу. Она почему-то думает, что ты плохой. Но я ей сказала, что это неправда. А так она очень-очень хорошая. То есть она хорошая, а я плохой, да? Сейчас, подожди. Пап, я мультики себе включу. Включай. Вот сейчас мы уходим, с кем будет очень серьёзный разговор. Да. Спасибо. Екатерина Олеговна, а кто вам дал право лезть в мою личную жизнь? В смысле? Вы зачем моему ребёнку сказали, что ей с отцом не повезло? Ну, я не хотела ей этого говорить, но это же правда. Послушайте, оставьте его на заключение свои при себе, ладно? Я всё про вас знаю. Мне Артур всё рассказал. Вы негодяй и подлез. А, Артур, это очень интересно. Понятно, где собака зарыта. А можно поинтересоваться? А что он ещё вам рассказал? Нет, мне очень нравятся такие люди, а. А то, что вы использовали дочь декана для того, чтобы с красным дипломом закончить журфак, а потом бросили её, это нормально в вашей изощрённой системе жизненных ценностей? Просто это вообще за гранью. Ничего, что Артур её бросил. И не только её, но и вместе с их ребёнком. Не говорите про Артура плохо. Он прекрасный и порядочный человек. Снимите вы розовые очки уже. Знаете что? Что? Вы, вы уволены из еженедельника нашего. Да, пожалуйста. Завтра ко мне заявление на стол. А ну, это удалось. Я не шучу. Слушайте, я не шучу. Ну и всё. Не смею вас больше задерживать. Пожалуйста. Да я не собираюсь задерживаться. Безработная неудача. Столичная пипа! Да. Вы поверились? Нет. Я увольняюсь из еженедельника и буду писать детективы. А с этой я даже разговаривать не буду. Беда. Так. Ты что-то нажимала, да? Ну, ты же сам сказал, чтобы я включила себе мультик. Я тут твою кнопочку нажала. Наявилась полоска. Тонна. Рассылка завершена. Ты сделала рассылку моего нового рассказа. Это очень плохо. Здесь есть и её контакты. Значит, теперь сетя Катя причёт твой рассказ? Нет. Не прочтёт. Она же не знает, что это я написал. Там не подписано. Да и с другой почты отправлено. Прости, пожалуйста, пап. Я не хотела. А ты теперь будешь новую работу искать? Именно. Малыш, нам с этой тётей не по пути. Ага. Автор «Странник» опубликовал новое произведение. Посмотри. Она размеренно бежала по аллее в лучах восходящего солнца. Не спавший всю ночь детектив на миг забыл, для чего он здесь. Не было ни дня, чтобы он не думал о ней. Артур. Доброе утро. Доброе, Катюша. Не разбудила? Проснулся? Я уже в офис добрался без пробок. Ты был прав, Равровского. Он оказался хамом и подлецом. Я его уволила. Мне не нужен такой человек в команде. Молодец, Катюша. Горжусь тобой. Ты всегда делаешь правильные выборы. Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию. Бобровский. Просто замечательно. Бобровский. Ну и типа. Решил со мной поиграться на прощание, а? Я тебе этого никогда не забуду, понял? «Девyani» Редактор субтитров А.Семкин» Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова С каждым днем все хорошейше, Андроина. Прям не узнать. Ой, спасибо. Да, меня даже моя морская свинка не узнает теперь. Представляешь? Может, это и к лучшему. Анна хоть молчит. А меня попугай с порога повстречает. Вхожу в квартиру, а он вернулся в дармоед, вернулся в дармоед. А кто его научил? Да вряд ли кто-то специально от самообразования. Я просто, папка, раньше у сестры жил. Ну, а там муж. Тот еще подарок жизни. А я уже как-то привык. И веселее. Приходишь, оно тебе радуется. Я понимаю. Правда, правда. Всем доброе утро. Как вы уже знаете, мы продолжаем трудиться в штатном режиме. Альянс Престиж Медиа продлил нам контракт. Да. И еще объявление. Михаил Бобровский уволен. Он больше не работает в нашей редакции. Как уволен? Вот так. А кто будет вести его рубрики? Феофанова культуру, Печугель, спорт. А за что? Так, давайте без вопросов. Всем хорошего рабочего дня. Договорился, Мишаня. Мне его будет не хватать. Как жаль. Что значит жаль? Мы страйк устроим. Кто у нас профсоюз? Так, мне до пожарища. Да, да, хорошо. Артур. Я говорю, меня интересует контрольный пакет акций в этой компании. Понятно? Узнаешь? Позвони. Все, давай, пока. Ну что? Как идет подготовка предложения руки и сердца? К приезду Кате все будет готово. Отлично. Я вот что хотел сказать. Ты Ире позвони. Она лучше знает, что Катя любит, что ей нравится. Кстати, Ира собирается в салон. Какие-то эксклюзивные свадебные приглашения нашла. Так что ты можешь подключиться. Свадьба все-таки твоя. Здорово так и сделаю. Ну вот-вот. Приедет Катя. Говорит, да. Ты ведешь ее под венец. А в компании ей делать нечего. Пусть домом занимается. А как же ваш спор? Если она выиграет, то захочет реальных полномочий в бизнесе. Я тебя умоляю. Какой спор? У нее шансов нет. Понимаешь? Нет. Поднять продажи на пятьдесят процентов за месяц. Это нереально. Что я тебе объясняю? Ты сам все знаешь. Не забудь. Ире позвони. Обязательно. Вы прямо сияете. Ее папаша целиком на моей стороне. Осталось только придумать, как обломать его доченьку. Да поскорее вернуть с позором в лунной семье. Так. Соломка. Пичугин. И Феофанова. Твердая. Хорошо. Молодцы. Продолжайте в том же духе. Так. Я сегодня была в больнице у Ивана Ильича. У него все хорошо. Он идет на поправку. Но, к сожалению, вернуться в редакцию у него не получится. Так как врачебный консилиум строго запретил это. А в связи с этим у меня вопрос. Кто готов в перспективе возглавить вакантное место главного редактора тут у нас в еженедельнике? И, естественно, после моего отъезда. Ну, как это кто? Естественно, я. Ну, конечно. Ну, я же тоже хочу. Аделаида, не начинай. Принимать решение буду я. Буду учитывать не только творческие способности, но еще и организаторские. Дружелюбность, выдержка, гибкость. Ну, прям, прям мой портрет. В очередной году. Жора. У нас два претендента. Аделаида Альбертовна Феофанова и Петюгин Степан Лукич. Поэтому пускай победит сильнейший. Пусть победит сильнейшая. Феофанова, на себя намекаешь? Ну, почему намекаю? Блестящий. Прямым текстом. Степан Лукич, не забываем про дружелюбие. Пусть победит сильнейший. Бабушка! Дашенька, солнышко, Боже мой, солнышко. Боже мой, я так рада тебя видеть. Боже мой, Дашенька, Боже мой. Может быть, и как я соскучилась. Как я рада тебя видеть, господи. Солнышко, я так посмотрю на тебя. Вот, какая красавица выросла. Ужи, какая красавица. Твой папа молодец. Твой папа умничка. Мы больше никогда не будем ссориться, хорошо? Хорошо, солнышко. Пап, что это? А это, похоже, официальный ответ Екатерина Олеговна на мое официальное заявление. Быстро она с трудовой книжкой отреагировала. Ну все, Даш, я уволен. Перефразирую классик. Свобода встретила у входа. Ясно. А вот с этим и этим что мы будем делать? Со временем отпадет. Пап! Ну что, пап? Екатерине Олеговне нужно было работать в службе раскрытия объявлений. Цены бы ей не было. На, мертво, лепет. И все равно она хорошая. Даша. Даже не начинай. Пойдем. Сейчас хочу поделиться новостью. На городском литературном сайте я нашла то, что смогло бы стать изюминкой нашего еженедельника. Это сборник рассказов в жанре иронического детектива под названием «Записки на манжетах». Автор некий странник. У этого странника в интернете около двадцати тысяч читателей. А как все получилось? Я на почту получила письмо с рассказом, которое называется «Впервые в жизни». Надо признаться, мне он очень понравился. Так что, кого благодарить? Ясно. Ну, тогда хотя бы намекните, кто скрывается под этим ником. У меня друзья-хакеры, могут его за пять минут найти. Так мои друзья из райотдела могут его просто привезти. Соломка. Что? Очень дружелюбно, конечно. Креативно. Но мы пойдем другим путем. Я решила написать ему письмо. Как думаете? Да? Ответственность. Эрудированный. Коммуникабельный. Все, отсылай. И пунктуальный. Ну, насчет пунктуальности спорный вопрос. Кое-кто даже умудрился проспать поездку на Бали. Миша, слушай, может потом свое резюме допишешь? А, у меня через два дня премьера. Мне нужно отрепетировать роль. Да все, отправляю. Ну, что молчаем, городничий. Все, да? Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие. К нам едет ревизор. Как ревизор? Как ревизор? Ну, прикинь, уже отреагировали. Леш, а чего ты так орешь? То есть, а он? Ну, этот ваш городничий. Он же всех пригласил, чтобы поделиться секретом. Ну, да. Где ты видел, чтобы секрет кричали? А, Дашенька, ну, а как же меня тогда услышат в конце зрительного зала, а? Ну, не знаю. Говори громким шепотом. Игнатьева ответила. Так. Предлагает встретиться. И опубликовать мои рассказы в еженедельнике. Так это же хорошо, да? Ну, теоретически, да. Но она же не знает, что это я. Вот, знаете, сразу откажется. Послушай, а если пойду вместо тебя я, узнаю все подробности, нюансы, ты же можешь под псевдонимом сдаваться? Не могу. Ну, она же тебя уже видела, когда я как бы на болейбе был. Мельком. Она меня в гриме не узнает. Послушай, у нас в театре такой классный гример, профессионал. А брат у тебя великий актер, так что смело назначай встречу. Назначай, назначай. Посмотрим, что будет. Так, Даша, сиди и пиши. Пишу я, пишу. Хорошо, сейчас. Екатерина? Да. Присаживайтесь. Безумно рад встрече со своим будущим издателем. Взаимно. Меня зовут Екатерина Олеговна. А вас? Антуан Парижский. Как, простите? Это мой творческий псевдоним. Кофе, пожалуйста. Хорошо. Ну, хорошо. Я прочитала цикл ваших рассказов, и, признаться, мне все это очень нравится, импонирует. Особенно мне понравилось очень такое смелое решение назвать имя убийцы на манжете. Абсолютно с вами согласен. Но главное, какая интрига. Ведь читатель до последнего не догадывается, кто же настоящий убийца. И я бы, например, никогда бы не подумал на дирижера. Насколько я знаю, в этом рассказе убийцей оказывается женщина, и она была владельцей магазина. Разве? Угу. Про дирижера это другой рассказ. Он называется «Случай в опере». Вы точно писатель? А то кто? По-моему, вы самозванец. Почему это? У вас ус отклеился. Признавайтесь, кто автор? Я думаю, ответ вам не понравится. Подождите. Где-то я уже вас видела. Вы брат Бобровского. Как же я сразу-то не догадалась, а? Бобровский методично портит мне жизнь. Встреча окончена. Передайте вашему брату, что предложение аннулируется. Может быть, все-таки обсудим? А что обсуждать? Здесь обсуждать нечего. Послушайте, вы как-то уж очень сильно ополчились на моего брата. Вы знаете, я изучал психологию, и мне кажется, я понимаю, в чем причина вашего поведения. Да? Вы еще психолог? Да. Да, мне кажется, Миша вам нравится, и вы панически боитесь в этом себе признаться. Кто мне нравится? Миша. Да как он вообще может нравиться, ваш брат? Он подлец и нахал. Ну и талантливый он, бесспорно. Ладно, все. Надеюсь, я больше вас не увижу. Всего доброго. Алло, брат. Прости, я все провалил. Да, она меня узнала. Ну, если хорошая новость, ты знаешь, мне кажется, ты ей нравишься. Артур, привет. Привет. Ты как? Ты можешь приехать? Что-то случилось? Да нет, ничего не случилось. Просто соскучилась. Хочу увидеться. Я тоже очень хочу. Может, это моя паранойя, но это как-то связано с твоим соседом? Угадал. Мне кажется, что Бобровский просто издевается надо мной. И сегодня, и раньше. Все из головы не идет. А знаешь, что он мне заявил перед тем, как я его уволила? Что, оказывается, это ты ради карьеры бросил дочь УТК. Она сейчас используешь меня. Представляешь? Вот, гад. Надеюсь, ты ему не поверила? А еще он добавил, что ты бросил ее вместе с общим ребенком. Это было вообще последней каплей. Да это он ее бросил с ребенком, а не я. Не вздумай ему поверить. Вообще, ты должна переехать на другую квартиру, чтобы даже случайно не пересекаться с этим подонком. Ты мне такой заботливый. Ну да, я такой. А как с работой? Прогресс есть? Надеюсь, что продажа третьего выпуска по сравнению с предыдущим увеличится на 50%. Ничего себе. Ну, а то. А что я тут по-твоему делаю? Между прочим, третий выпуск уже готов, отформатирован, вычитан. Осталось только распечатать. Слушай, у меня гениальная идея. А что, если завтра перелечу за тобой и заберу домой на несколько дней? Ты в постоянном цейтноте. Пускай мозги отдохнут. Да? Но я как-то не думала об этом. Ну, раз выпуск готов, имеешь полное право. Ну, в принципе, Юров мог бы из моего кабинета отправить файл с третьим выпуском в типографию. Да, он мог бы это сделать послезавтра, а там уже отправить на печать. Отлично. Завтра в обед я у тебя, уже вечером полетим обратно в столицу. Класс. По-бросски. Преследуешь меня. Аркадий Ермолаевич, здравствуйте. Это Катя. Мне нужно, чтобы вы кое-что узнали. Да, Катюша. А что именно? Адрес одной женщины. Я знаю только то, что ее зовут Алиса. И она дочь декана факультета журналистики одного провинциального университета. Да, сейчас опишу. И постараюсь сегодня же тебе узнать адрес этой женщины. Слушаю вас. Есть задание для тебя. Завтра я еду в провинцию, заберу Катю домой на несколько дней. Ты поедешь со мной, останешься в городе. Я сделаю дубликаты ключей. Ночью ты проберешься в издательство еженедельника и подменишь файлы с третьим выпуском. Послезавтра он должен идти в печать. Обложка пускай будет та же, а содержимое поменяешь. Умно. Я подставлю ее так, что с ней уже никто не захочет сотрудничать. Она окончательно потерпит поражение, а вы пойдете вверх с серьезными перспективами. Именно. Значит, закажи два билета и зайди в этом обсудном тале. Понял, выполняем. Здравствуйте, вы не подскажете, кажется, в этом доме живет Алиса. Да, вот она. Ага, спасибо. Алиса! Майя, к ребятам нужно серому флешку отдать. Миш, только недолго сейчас папа должен подъехать. Здравствуйте, здравствуйте. Вы меня простите, пожалуйста, я хотела у вас поинтересоваться. Я услышала, что вашего сына зовут Михаил. Вы сына назвали в честь Михаила Бобровского? Вообще-то в честь деда. Миша Бобровский к ребенку не имеет никакого отношения. Как? Мне Артур сказал, что... Артур, простите, какой не? Сапунов, случайно? Артур Сапунов, да. А с чего он решил вспомнить о нас после стольких лет? Вы ему передайте, чтобы он не вздумал к сыну приближаться. Атлет сбросил нас, когда ребенку исполнилось два с половиной года, ни ответа, ни привет. Я его через суд родительских прав лишила. У Миши теперь другой отец, хоть не биологический, зато любит его как родного. Подождите, я... То есть, получается, отец вашего ребенка Артур Сапунов? Да, да, да. И он подонок, лжец и негодяй. Бросил нас сразу после выпуска. Миша Бобровский, вот он настоящий мужчина. Они даже с Артуром дрались из-за меня на третьем курсе. Миша был без ума от меня. Зря я на него тогда внимания не обратила. А потом он женился на пятом курсе, дочка у них родилась. Даша. Да, Даша, кажется. Миша, давай в машину. Извините, пожалуйста, я просто не знала. Да, да, конечно. Вы Миша привет от меня передавайте. Он умница, талантище. Редко таких людей в жизни встретишь. Я передам. Всего доброго. Спасибо. Ну что, поехали? Да. Катюш, ну ты куда пропала? Целый день не отвечаешь на звонки. У нас самолет через три часа. Все кончено, Артур. Я все знаю. Ты о чем? Встречалась с Алисой. Кать. Кать, подожди, я тебе все объясню. Надеюсь, к моему возвращению тебя больше не будет в холдинге. Иначе мне придется тебя выбросить точно так же, как ты выбросил из своей жизни жену и сына. Кать, тебя обманули. А ты понимаешь, я тебя люблю. Тебя. Тебе не дано это чувство. Ты просто хотел меня использовать, но у тебя ничего не получилось. Кать. Стойте. Кать, тебе надо просто успокоиться, понимаешь? Просто отпусти меня. Все кончено. Все идет по плану? Все отменяется. Возвращайся обратно. Как? Я сказал все. Я остаюсь, мне надо подумать. За любовь. Вот прям отлично. Тебя как зовут? Паша. Можешь поменять на что-нибудь поинтереснее? Хорошо. Хорошо идет. Еще раз. Да-да, сейчас. О-о-о. Артурчик звонит. Мой любимый. А нет. Хорошо. Повторяй. Так. Михаил. Добрый вечер. Екатерина Олеговна вас беспокоит. Не буду долго говорить. Очень неудобно за сложившуюся ситуацию. Да потому, что вы были правы. Артур это вот не тот человек. И мне стыдно. Перед вами. И перед Дашей. Пускай ваши рассказы будут у нас в редакции. Извините, пожалуйста, меня еще раз. Кто звонил, пап? Новости хорошие или плохие? Да я даже не знаю, малыш. Екатерина Олеговна звонила. Похоже, я у нее слово рукопожатин. Рукопожатин? Разве есть такое слово? Есть? Это когда есть подлеца и хама, тебя переводят снова в статус талантливого самодура. Ладно. Давай, что тут у тебя? Так, неправильный глагол. В первом классе. Ничего себе, программа. Да. Девушка. Эй, может, вам такси вызвать? Совещание закончено, все свободно. Зашибись. Так. Не берет. Михаил Бобровский, исходящий. Алло. А, алло. Екатерина Олеговна? Это бармен из кафе. Олеговна спит на барной стойке. Вы последняя из ее набранных номеров. Вы можете приехать забрать ее? Могу диктуйте адрес. А, ты только подожди, я не долго, ладно? Да, уже возле ресторана. Сейчас я ее заберу. А ты что тут делаешь? Мне позвонили. А вот что ты здесь делаешь, это вопрос. Она тебе что, нравится? Не твое дело. Тебе с ней не справиться. Отвали, Мишань, поговорить не хочу. Артур. Уезжай из города. Или я покажу тебе дорогу. Дорогу покажешь, да? Отвали, я сказал. Мне нужно вернуть эту заблудшую овцу. Ты понял? Если я тебя еще раз рядом с ней увижу, я тебя так врежу. Да кто она вообще такая? Без своего папаши она полный нуль. Я на нее столько времени угробил. А теперь что она? Про динамять меня решила, да? Артур, ты подонком был, подонком и остался. Ты думаешь, я не знаю, что после твоего визита в Альянс Престиж Медиа отказались продлевать соглашение? Валерьяна у нас слила. А Аня на ней это не похоже. Что? А я-то думаю, кого она мне напоминает. Олю, жену твою покойную. Что, с тещей помирился, да? Унижаться ходил? Радикатик. Бобровский! Врежь ему хорошенько! Из города выезжай. Да пошли вы! Другую себе найду! Михаил, вы... Вы меня простите, пожалуйста. Я же не знала, что это вы, оказывается, спасли наш еженедельник. Спасибо вам большое! Вы такой... Вы такой... Екатерина Олеговна, какой? Вы мой герой. Тихо, 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 тихо. Так. Екатерина Олеговна... Михаил, вот почему мне попадаются по жизни одни подлецы? Нет, ну к вам это, конечно, не относится. Я про Артура сейчас. Я же не только перспективный актив. Я, между прочим, очень яркая, креативная личность. С этим не поспоришь. Я надеюсь, в вашем окружении есть кто это ценит? Нет. Только вы. Вы, конечно, еще тот хам, подлец. Но очень обаятельный. Я как-то раньше этого не замечала. А сейчас прям... Давайте это потом обсудим. Ну скажите, я вам хоть немножечко нравлюсь. Ну только честно. Так, давайте там направо. Мы уже почти приехали. Вот чертовский. Привлекательная улыбка. А вот... И вы когда сердитесь... Вы такой милый, брат. Просто... Вот... В обуви нельзя. Ага. И немножко отдохну. Немножечко полежу. Совсем чуть-чуть. У нас бы были очень красивые дети. Такие мурчики. Так... Чуть-чуть-чуть. Продолжение следует... Вот, распишите снизу. Один экземпляр для меня, один для вас. То есть, теперь Еджин Делик будет публиковать все мои рассказы? Да. Я думаю, что это взаимовыгодные условия. Поэтому поздравляю вас. Спасибо. Спасибо. Вы меня извините. Ничего. Извините, пожалуйста. Я вообще не пью. Ну, просто так получилось. Бывает. Надеюсь, вы понимаете, что это должно остаться между нами. Наверное, кучу лишнего наговорила я. Нет. Все по делу. Да вы не волнуйтесь, это все в прошлом. Благодаря вам Альянс Престиж Медиа продлил соглашение. Я понимаю, что вам было это непросто просить у Людмилы Валерьяновны, мне Даша все рассказала. Ну, зато у Даши снова появилась бабушка. Так что мы с вами квиты. А может быть, все-таки останетесь у нас в редакции? Нам будет вас очень не хватать. Вы знаете, я Екатерина Олеговна, наш с вами контракт дает мне материальную свободу. И я наконец-таки могу заняться творчеством. А я об этом мечтал всю свою жизнь. Жаль. Ну, ладно. Я пойду. Екатерина Олеговна, там Юра насчет рекламы на билбордах. Да, да-да, пускай зайдет. И надеюсь, у него хорошие новости. А то у нас нет времени на раскачку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер. О, Пищугин. Вот это прикид. Ты что, банк за? Ну, у нас как бы праздник. Вот решил обновить гардероб. Ой, Степан Лукич, вам так идет? Вы такой импозантный. Правда? Да. Так может, как-нибудь сходим куда-то? Поедим вместе? Да я не голодна. Угу, бегать учиться. Да, здравствуйте. Я хотела бы заказать авиабилет на завтра. Утренний рейс. Дикатина Мария. О, быстро, 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 быстро. Давайте, давайте, давайте. Поздравляем! 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 Спасибо. Ну, что вы, ну, это же наша победа. Ну, давайте за нас. Ура! Поздравляем! 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 У меня небольшое объявление. Как вы знаете, у нас была конкурентная борьба за место главного редактора в еженедельнике между Пищугином и Феофановой. В общем, признаться, выбор дал сомнение лицо. Можно я скажу Екатерину Олегу? Степан Лукич, конечно. Ну, в общем, я отказываюсь в пользу Аделаида. Ну, пускай попробует. А я, если что, подстрахую. Степан Лукич. Я не знаю, как тебе этого хотелось. Спасибо. Степан Лукич, вы настоящий джентльмен. Молодец. Ну, что, главный редактор теперь у нас Феофанова Аделаида Альбертовна. Прошу любить и жаловать. Ура! Поздравляем! Поздравляю, Аделаида. Я люблю, Адель. Понял. А, Екатерина Олеговна, можно щекотливый вопрос? А повышение оклада будет? Соломка, вы дождались. Прямо сегодня. Обязательно. Ой! Хорошо. И еще. Холдингу ни слова о наших успехах. Я сама лично привезу финансовый отчет, ну, скажем так, сделаю для них небольшой сюрприз. Ясно. Думаю, когда они узнают, шок – это подходящее слово. И еще я хотела сказать. Вы для меня стали очень близкими и родными людьми. Я вам безумно за это благодарна. Мы стали дружной профессиональной командой. Хочу выпить за вас. Спасибо. Ну, подожди, ребят, я… Извините, но мне очень жаль, что из нашей команды выбыл Миша Бобровский. Да, это в точку. Да жалко. Я его сегодня и приглашала. Мне тоже очень жаль. Но… Михаил Бобровский сам сделал свой выбор. Ну, чего мы грустим? У нас ведь праздник. Мы сегодня должны праздновать, гулять, отмечать. Все-таки заслужили. Давайте, за вас. Ура! Минуточку внимания. У меня сюрприз. Наш ролик в сети уже набрал две тысячи просмотров. Да ладно? Сколько? Две тысячи. Ты хоть покажешь нам? Конечно же. Это же в общем доступ. Ну, смотри. Слушай, у тебя Бобровский крутой. Слушай, у тебя Бобровский крутой. И штаны упали просто. Вот и все. На подаче? Миша? Нет, смотри. Опа. Красиво. Опа. 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 Мимо? Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, мы победили как до конца. Пап, ты сегодня весь день со мной свой. Это из-за тети Кати. Да она уезжает завтра. И я думаю навсегда. Что? И ты ее отпустишь? Пап. Таша, ты вообще о чем? Я все вижу. Хотя бы просто попрощайся. Вот. Передай от меня. Передай от меня. Катя, я уверена, это он. Помнишь, ты сама как-то сказала? Надежный, особенный. Ириш, ну, Бобровский сегодня даже не явился в редакцию. Слушай, я хочу, чтобы уже скорее наступило завтра, и я наконец уехала из этого города. Правда. Ты должна поговорить с ним. Я не буду с ним заговаривать. Нет. Да? И почему же? Ну, боюсь. Катя, а жалеть потом всю жизнь, что так и не поговорила с ним? Ты не боишься? Михаил? Катя, я вообще-то попрощаться пошел. Я тоже к вам шла. Даша узнала, что вы уезжаете, и вот сделала вам на память. Спасибо. У вас замечательная дочь. Спасибо. Ну, счастливого пути. Я хотела пожелать вам новых сюжетов и, в общем, успехов в работе. Да. Спасибо. До свидания. Да. Счастливо. Прощайте. Катя! Аркадий Ермолович, доброе утро! О-о-о! Доброе! Вернулась? Ну, как? Со щитом или на щите? Скоро обо всем узнаете. Да? Ну, а вы тут как? Что новенького? Ну, тебя, наверное, интересует одна новость. То, что Артур ушел из нашего холдинга по непонятным причинам. Что-то пробурчал напоследок. Ну, я вижу, у тебя глазки блестят, значит, она тебя не очень огорчает. Даже наоборот, Аркадий Ермолович. Побегу. Встретимся на совещании. Хорошо? Ну, беги. Надеюсь, она хотя бы на ноль вышла? Ой, не знаю. У меня нет информации, но... Добрый день! Ну, оба я вижу оптимисты. Начнем? Людмила Алексеевна. Спасибо. Ну, что ж, у нас сегодня доклад Екатерины Олеговны по еженедельнику факты и события. Надеюсь, вы хотя бы потери минимизировали? Минимизировали. Спасибо. Итак, перед вами финансовый отчет. Все ответы в нем. Но главную цифру мне хотелось бы назвать прямо сейчас. Мы увеличили продажи еженедельника в три раза. Что? Ну, ты шутишь? В три раза? Это с момента, когда весь тираж практически не продавался? То есть, фактически общий тираж на сегодняшний день не продан? Вообще-то нет. Общий тираж у нас вырос на семьдесят девять процентов. А по объему продаж еженедельник входит в десятку наиболее успешных изданий нашего холдинга. Этого не может быть. Посмотрите на третьей странице. Этого не может быть. Этого не может быть. Этого не может быть. Я горжусь тобой, дочка. Папа? Горжусь. Вот, смотрите, это моя дочь. Вот так надо работать. Спасибо. Да, молодец, удивил ты меня. Теперь у тебя постоянное место в совете директоров. Кстати, я так понимаю, с Артуром у тебя все? Да. Он оказался не тем человеком. Ну, ладно, это твое дело. У нас тут вырисовывается серьезная проблема со стратегией выхода на рынок телекоммуникации. Тебе это интересно? Ты возьмешься? Пап, я подумаю. Ты знаешь, я так счастлива, что ты наконец-то увидел, на что я способна. И ты был прав. Для женщины все-таки самое главное – это семья. Понимаю. Намекаешь на то, что ты устала, тебе нужно отдохнуть. Хорошо. Возьмешь отпуск. Про отпуск я подумаю. Я хочу запустить серию иронических детективов одного очень перспективного автора. Ну, а потом можно будет подумать и про отпуск по семейным обстоятельствам. По семейным? Катя, ты… Что-то я ничего не понимаю. Ты меня вообще запутала. Ты о чем? Катя, ты что, ты все-таки решила выйти замуж? Катя, а я его знаю? Хорошо, вечером жду в гости. Все расскажешь? Господи, как же ты похожа на свою мать. Даша! Тетя Катя. Тетя Катя, ты очень классная. Дашуль, называй меня просто Катя. Договорились? Угу. Так, а сегодня я тебе познакомлюсь с отцом и сестрой. У отца, конечно, вспыльчивый характер, но я думаю, что вы поладите. Кать! У? Ну, ты же понимаешь, что я не столичный житель? Ну, и что? Ну, ничего страшного. Ну, в таком случае мне придется переехать к вам. Я рада за вас с папой. Бобровский, у меня только одно не укладывается в голове. Вот объясни мне, как можно было опоздать на самолет на Бали? Вот я наивно. Думал, уже все про это забыли. Да уж, забыли. Ладно. А сейчас я покажу вам свой любимый город, в котором я фантастически счастлива. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!